И здравствуйте, уважаемые 175 человек, которые уже успели присоединиться к моему полу-внезапному, полу-запланированному стриму. Здравствуйте, ребятки. Как обычно, отдельно и здравствуйте всем моим уважаемым подписчикам. Подписчики вперёд! Подписчики лучше всех, у меня самые лучшие подписчики. Как я уже говорил, мраковские подписчики тоже ничего, поэтому, ребята, если вы здесь есть, вам тоже привет. На самом деле, почему стрим наполовину внезапный, наполовину нет? Нет, потому что изначально я планировал всё-таки сегодня постримить с Велс 2, но я хотел как бы сделать всё правильно, хотел сделать анонс, чтобы побольше людей было. И потом, собственно, те из вас, кто на меня подписан в Твиттере, знают, что произошло вчера. Вчера маленькая рыжая колбаса решила, что интернет мне не нужен, и поэтому съела, ну как съела, перегрызла провод, который, собственно, мне предоставлял интернет. Прототик, да, здравствуй, я вижу твой чип. И, собственно, я не был уверен в том, что у меня интернет появится сегодня, поэтому в итоге я как бы не стал делать какого-то дополнительного оповещения на Ютубе. Но, правда, запись на Ютубе всё-таки это появится в итоге. Вот, поэтому я сделал маленькое такое объявление с ВВК, и, собственно, спасибо вам за то, что вы пришли. Spine the Robot, спасибо тебе за третий месяц подписки. Вот, ребятки, как надо делать. Дэмиан Дак, и тебе спасибо за третий месяц переподписки. Хе-хей. Вот. Кроме того, всем тем, кто вдруг не был на моём первом стриме, или кто до сих пор не знает, если вы мой подписчик, вы можете сейчас, в принципе, тоже присоединиться на сервер, потому что, ну, я называю этот сервер публичным, многим из вас это не нравится, поэтому я решил, что для того, чтобы достичь компромисса, я буду называть этот сервер сабсервером. То есть сервер для моих сабскрайберов, для моих подписчиков на Твиче. Вот, давайте переключим сценку, и, кстати, ну, я, правда, пока... О, Михаил Мухамедов, и тебе спасибо за третий месяц подписки. Пока не вижу никого из OMMG-каста, но если кто-то придёт, если вдруг кто-то слышит, ребятки, я в ТС-ке цвелся, поэтому можем приходить. Я, собственно, загружаюсь на сервак. Мы, как обычно, будем лагать. Сборка у нас обновилась, ну, я, опять же, должен был её обновить вчера вечером, но из-за отсутствия интернета пришлось её обновлять сегодня. Поэтому, поэтому она вылетела. Э, так. Что за прелесть, ты же работала. Чего тебе не понравилось? Pneumatic Craft Unexpected Error. Отлично. Краш ни о чём. Ладно, попробуем загрузить её ещё раз. Сабскайберы, да-да-да, сабскайберы AlexMan32, совершенно верно. Вайп. Дэмин, так, специально по твоей просьбе. Вайп, вайп. Арион Джекей, третий месяц подписки. Спасибо. Суслик16, докрашнем сервер Зигу, всем удачи, спасибо за стрим. Суслик16, если ты уходишь, я пока не понял, что ты пришёл. Ну ладно. Нет, с серваком-то всё в порядке, у меня клиентская сборка грохнулась. Вайп. Это Фольтон, спасибо. Фольтоне тогда уж, или Вольтон, я не знаю. Здравствуйте, кто пришёл. Привет, Алёнка. Я ненадолго. Надо буквально поздороваться и убежать. Ну, в любом случае, здравствуйте. Здравствуйте. О, господи, Халк. Ты меня напугал. Так, кому-то большое спасибо за сабскрайб, правда, я почему-то не вижу оповещения. Но у меня опять вылетает сборка. Чё за нафиг? 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 Удалять. Как-то печально, люди-то играют как-то и нормально. Обновлять. Последняя версия стоит, наверное. Раз, тревять. Очень грамотное предложение. Прилучи пойти стримать, стримить что-то другое. Нехорошо. Я уже обещал цел зла. Ладно, как обычно, стрим переносится в разряд технических. Е-е-е. Снести Бетер Фориэдж мне помогло, Джонни Экс 28. Ну, а вылет из-за пневматика, причём из Бетер Фориэдж? Ну, попробуй. Попробую, конечно, сейчас. Ну, как-то это по меньшей мере странно. Андрей, 108-36-00. Ну, подписка, дело благородное. Начинает только набега на сервер Фанни Скелет. Да. А ты же знаешь, что у меня теперь на канале, и у Аленки на канале есть банная рулетка. Да. Вы его таки сделали, да? Чё? Вы его таки сделали. Да. Ну, я зашёл без всяких обновлений и Бетер Фориэджей. Удаление. Не понял, правда, почему я зашёл, ну да ладно. И можно очень просто сделать эту бан рулетку. Пишешь оповещение, что вот при таких-то, таких-то условиях человек улетает в бан, и всё. 90% советчиков сидят тихо и смотрят стрим. Слушай, ну хорошая идея, да? Надо подумать. Или Паша просто не понимает, что такое бан рулетка. Он, наверное, не до конца осознаёт это. Ну, почему? Запускаем рулетку и кого-нибудь шлёпает. Нет. Когда проходит какой-нибудь очень умный человек, зритель, и начинает тебе просто чат орать, что ты всё делаешь неправильно, и ты говоришь, ну окей, давай так, если то, что ты сказал правильно, то у тебя всё хорошо, а если нет, ты улетаешь в бан. А, слушай, это прикольно. Знаешь, как быстро люди станут сразу тихими, покладистыми? Вариант. Вот, а вот теперь мне пришла нотификация Твича про переподписку King 154. Почему-то Твич считает, что два месяца подряд, но при этом иконки у тебя не было, Кинг, я совершенно точно помню, поэтому у меня даже оповещение вылезло, не знаю. Может, он два месяца сразу оплатил? Кинг, расскажи, я, если честно, не знаю. Сам привет. Привет. Если хочешь, забегай в ТС-ку. И я тут даже подумал, что ввести её даже в ботика. То есть человек, как сказать, если он не удовлетворяет условия, то есть он должен забаниться, он должен набрать команду и либо получает бан, либо мут. Ну нет, идею-то я понял, да. В зависимости. Ребятки, команда для ТПС, просто что, мне сейчас не очень удобно писать в чате, она общедоступна. Forge, пробел, ТПС пишите. Ну, слэш, конечно же. Сейчас опять забито всё будет в Грейс-163. Возможно. Так, и первое, что я хочу сделать, это перейти в креатив. Вот Аня аж смогла с вопросами спрашивать. Дик, ты спаун смотрел? Нет, вот я именно для этого хочу перейти в креатив. И полететь, как бы это странно ни звучало, на спаун. Странно звучит, правда? Нет. Я даже что-то сделаю телепорт. И я что, где-то застрял? Эм... Ну, здрасте, пожалуйста. Отлично. Я застрял в каком-то камушке. Ну, камушки я восстановил. Окей. Надо будет себе... Даже, наверное, прямо сейчас я переделаю себе точку. И здесь уже могилка спресс-лева. Ух ты! А... А... Анюта, а почему все зеленое? Нет, ну, конечно, приятно. Мне темно-зеленый цвет один из моих, как бы, любимых, скажем, наверное, так. А, так это и есть спаун! Ей! Прикольный этот самый гаечный ключик. Из чего он сделанный? Брок-блонзы. Блок-блок-блок... Брок... Да, блин, блок-блонзы. Я не могу это выговорить. Я один месяц оплатил, но оповещение в чат нужно давать самому сабу теперь. Затреял. Я не понял, если честно, о чем ты говоришь. Просто, если человек переподписывается, то есть, как бы, у него еще не успели закончиться... Не успела закончиться подписка, но он сделал переподписку, тогда, соответственно, в чате мне будет просто показано, что он переподписался в течение, там, с таких-то... Такого-то времени. Привет, Паш! Привет! Привет, Зиги! Привет, Павел. Ты почитал, да? Пока нет. О, святые шестеренки! Упасить этот сервер от лагов, багов и крашей во имя святой шестеренки и гаечного ключа и именем всемогущей рыжей колбасы. Арк! Отлично! Мы упорвались с соской. Зелененькая, потому что гладиолосы. Мы зелененькая, ты же няша. Ня, не спорю. И там вот жители сервера по спирали уже со стоек брони. Ну, я вижу, да. В общем, да, ничего удивительного, я как бы даже не сомневался. Да, ну и ладно. Удивительно, что до сих пор кровати на месте стоят. Читеры! Их ты же не снесешь. Кровати не снесешь, это же спаун. А со стоек ВКМ-ом запирается. И кто-то прям притык со спауном. А вот это... А, слушай. Нет, я, по-моему, отключал спаун протекшн, нет? Нет. Виртуал 0.8. Дело в том, что кто-то из модов, видимо, очень так обидно течет в память, поэтому они исчезают. Ладно, ребятки, попрощаюсь я с вами пойду. Куда пошла? В постель я пошла. Давай, Аленка, возвращайся. Не утони. Не утони, да, и, может, еще это самое. Вечерком увидимся. Наоборот, говоришься, не утони. Пока-пока. Давай, сейчас руки. Так, Аню, там. А, я понял, что это. Я сначала не понял, что это, а теперь я понял, что это. Что? Винтовая лесенка. Да, страдать. Перестань точку спавна. У себя, кстати, да. Ты застрял, потому что у тебя старая точка спавна. Я буду тогда появляться вот здесь. Там точка спавна начальная, где кроватушки. А, где кроватушки? Ну, я хочу внизу. Ну, как хочешь. Ну, вот, в общем, как-то так, да. Ну, отлично, мне нравится. Спасибо. Это я, типа, пыталась в два чанка влезть. Так это же замечательно. Он получился весьма таким, как бы это сказать, лаконичным. Но при этом зелененький, красивенький. Да. Привет, ребята, удачного стрима не ложите сер в Джон Сиэс, не кладите. Ну, окей. Спасибо, постараемся. А вот почему ты вчера пришел ко мне на стрим и ушел. У тебя крыжа колбаса интернет пригрызла. Я сидел в стиле 2, на самом деле, пытался смотреть и не обращать внимания на бомбящую сам и Вову. По поводу этой самой Лары Крофт. Стремная хрень. Да ладно вам, ну сама игрушка-то, если вот, в принципе, не обращать внимания на сюжет, игрушка-то прикольная же. Да, в ГП вообще отлично, а так отстойка он лишь. Угу, именно. Капец, со всех стоек броню по спирали. Ну, что за налога? Ну, не совсем. Там еще есть. Ну, 80%. Да ладно, фиг бы с ними. О, тут уже кто-то алтарь построил. Так, я чувствую, что мне надо потихоньку отсюда переезжать. Мне вот интересно больше, куда они тут они девают? Вот-вот, зачем она? На зомби, наверное, надевают. Разве что? И начинаем стрим с того, что переезжаем. Парам-парам. Ага, знаешь, такое ощущение, что так оно и будет, потому что вот это была моя шахта. А тут теперь такое все красивое, что я туда заходить боюсь. А это, нет, не моя шахта. Ага. То есть, тут не лагает. У меня здесь преймрейт проседает где-то до 10. Ага, мы когда заходили, там капец сразу. Лаги, лаги, лаги. Лаги, 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 лаги. Здравствуйте всем, ребятки, кто присоединяется. 263 человека нас уже смотрят. С вами Зигзахедж. У меня в ТС есть профессор Халк, сам и Вова. Там еще была Аленка, она уже убежала, вы не ее опоздали. Мы с вами играем на саб-сервере, соответственно, моем, под названием ЦЛС-2. Если вы мой подписчик, то добро пожаловать к нам. Зиг, переезжай ко мне, прайда Альфа. Ну, вообще, да, ты далеко, я подумаю. Кстати, Зиг, насчет лагер. Жители твоего сервера выяснили, что это машинки из Мелтека. Ага. Зиг, ты поел? Что я сделал? Покушал. Ну, в смысле, в игре. Ого, вижу. Сейчас весело на стриме Зиг потыкался в чужой рюкзак или что-то. И ушел. Нашел, что пожрать, да, нормально. Поджег потолок еще. Любит Зиг стримить, когда основные домашние дела нужно делать чускул. Ну, извини, 4 часа суббота, стандартно приблизительно. Ну, почти приблизительно. Точнее, почти стандартно. Да ладно, вам что, я клубнику, что ли, себе не найду? Что вы на самом деле? У меня вот зажигалка испортилась. Хватит кормить Зига самостоятельный. Так. Окей, я теперь, если честно, уже даже и не могу понять, где здесь чье. Там твоего уже мало что-то. Вот-вот. Зиг, я сделал перестановку, и бы чуть-чуть мешалось. Надеюсь, ты полезешь в призму. Ты не полезешь в призму. Я не хочу лезть в призму. Так, надо бы что-нибудь еще пожрать. Какая призма? Это же ванила в сервер. Зиг, пожри и беги, в общем-то, отсюда. Да вот я, наверное, тоже так думаю, что пора отсюда сваливать. Ребятки, я совершенно не против того, что вы живете со мной, но, как бы, вы же не снимаете, вы же не стримите. А мне, соответственно, все это дело надо показывать людям. Я же здесь играю не из-за того, что мне хочется поиграть. Поиграть я и в сингли могу, или вообще закрыть сервер. Так что, как бы, я совершенно не против был того, что вы рядом со мной селились, но мне теперь заниматься нечем. Уже все готово. Все, вайп, вайп. Вайп, 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 вайп. Михаил Мухаммедов, 300 рублей, хорошего стрима, спаун хорош. За спаун спасибо, Анюте. А за 300 рублей спасибо тебе, Михаил. Так. И всем спасибо, да. Все свободны. У всем спасибо, вайп. Так, и вот эти шарды, по-моему, тоже мои. Что мне здесь может понадобиться, кроме шардов? Это не мое, это мне нафиг не надо. Кабла у меня есть, у меня даже лопатка какая-то есть дурацкая. Блин, вот пожать тебе тут вообще нихрена, реально. А поляны не твои? Нет, но я сейчас снесу что-нибудь оттуда. Это так звучит окружающе. Я сейчас что-нибудь снесу. Нет, ну а что, Зигу сделали небольшую перестановку. Зиг тоже сделает небольшую перестановку на полях, все честно. Так, вот, допустим, мне совершенно точно не нужны вывесочки. Так, я отсюда сопру одну... А, вот это, кстати, то, что я свистнул. Париативом со спауна. У меня не должно быть такого странного зеленого блока. Это не твое. Выкинь, как он. Так, вот три картошки мне. Вот, пожалуй, тростник один. И семечку бы еще. Так, кровать есть, факел есть, андезит. Вот, вот самый нужный блок в мире, андезит. Вот, пусть он там. Серьезно? Конечно. Еще есть гранит и диорит. Вот, они тоже очень нужные. Диорит. Мне не нравится это название. Мне тоже почему-то на диарею все время попахивает. Да, если попахивает, то ты еще, да, вдвоем. Блин, а где вся пшеница девась? Арк? Арк. Привет, Зик, покажи метро. Призрак 1676. Какое метро, ребятки? Не как-то уже построили метро. Ну, я слышал, что уже строили. Насчет того, что построили, пока не знаю. Может быть, вот это метро? Угу. Нет, это чья-то шахта. Когда ты был на спаун, тебе все-таки писали, что будешь на спаун, выходи из метро. Ага. Ну ладно, окей, я покажу спаун, покажу метро, наверное, немножко позже. Сейчас я все-таки хочу куда-нибудь побежать. Эпик эльф, спасибо за сабскрайб. Добро пожаловать на борт. Еее. Эпик? А, Эпик эльф. А я как сказал? Правильно ты сказал. Правильно ты все сказал. А, окей. Добро пожаловать. Ты теперь тоже сабскайбер. Да. Ярк. Зик, тыкву не забудь уточить. Нет, я не хочу тыкву, зачем мне тыква? И тыква тебя не хочет, так что не тащи тыкву. Не буду тащить тыкву. У меня, кстати, с собой, я понял, чего нет вообще, у меня с собой нету дерева. Ну ладно, значит, на месте будем разбираться. Кстати, ухо, тут уже дракона убили. Как исправить лажу с модами? Переписать моды? Виртуал 0.8. К сожалению, другого пути нет. Что вообще это метро будет связываться в конечном итоге, Кекс Рус? Вот, да, хороший вопрос. База игроков. Ну, в общем, да, логично. Зик, тут не только метро построили, тут еще и дракона убили в среду. Ну, я бы не удивлялся. На самом деле, ребятки, вы немного тормозите по сравнению с игроками моего основного целса. Там обычно дракона убивают на следующие сутки, после старта. Нет, там был трабу, вроде на третью убили. Ну да, там был трабу, все-таки начало на луне. Там, да, там нужно было с луны как-то свалить. Я понимаю, что исключительно это, собственно, дракон-то и спасло. Какие прикольные тут проходы. Виртуал 0.8, я не уверен, что это только у тебя. Скорее всего, это у всех так, потому что как-то... Ну, может быть, у тебя там стоят какие-нибудь, не знаю, оптимизаторы, оптифайны, фасткрафты, там что-нибудь такое. Они же как бы тоже изначально-то работают не так, как надо бы. Так, и тут еще и 1.8.9. Фанни, спереди 100 рублей, вопрос, как расшифровывается ЦВЭЛС. Коммонвеллс, все просто. Содружество или сообщество. Содружество или сообщество, совершенно верно, Пашка, спасибо. Так, а тут уже кто-то живет. Я смотрю, тут такой красивенький был проходик. И тут внутри горы, и тут уже кто-то живет. Ну, конечно. Если просто поиграть в Fallout 4 на английском языке, то как раз он выходит в Содружество. Зик хотел жить в проходике, а не получилось, да? Ну, в проходике-то я и сейчас могу жить, но я не хочу жить в проходике. Я хочу все-таки, чтобы этот проходик куда-нибудь довел. В проходике даже мне места мало будет. Зик посмотрел вчерашнюю твую серию по Целсу. Прям даже в скраб-механике захотелось мост построить. Построй. Я думаю, что там это сделать буквально в три клика. Ну, не в три клика, но легко. Здравствуй, свинюшка, хотел сказать. Как ты называешься? Овечка. Господи, зик, овцо от свиньи отличить. Шип. Так проще. Во сколько стрим? Плен-офф идет уже? 19 минут как? Ей. Ты где? Я нахожусь в биоме из-за Бисова. Надеюсь, меня здесь ничто не съест. Это какой-то синий биом. Да, такой. Красивый. Кстати, тоже симпатичный цвет. Лучше бы он был фиолетовым. Но он ближе к фиолетовому. Но он такой синий-фиолетовый, наверное, да. Тут зато очень... Ой, ой. А здесь что, у нас еще и данж из Таункрафта, что ли? Почему у меня такое все теперь? А, я ничего не вижу. Нет, нету данжа. Так. Кто тут за мной летит? Уважаемый Ник ММЗД. Не надо за мной ходить. Би-ди-ай, Дима. 500 рублей. Сервер не вагает. Отключи координаты у карты. Хороший вариант. Вот-вот, Зик. Я тебе хотела предложить и забыла. Не, ну я могу по-другому, конечно, это дело как бы... ...сделать. Я могу сказать, что если кто-то посеется около меня, тот получит, собственно, кик-бам. Лучше, наверное, сначала. Это было бы... Это было интереснее. Согласен. Но сначала я просто отключу координаты. Если найду, где это отключается. Шоу-бисенс, шоу-нейм, стейшн, рябим. Я не знаю, где это отключается. Ну, тогда второй вариант. Шоу-локейшн, может быть? Да. Да, так и есть. Биом из Алисова дает гадкий дебаф на слепоту. А вот он у чем. Значит, это просто слепота. Ну, тогда не страшно. Ух ты, какая симпатичная... А это ванилы теперь такие, да? Эти самые кувшинки с ногами. Ну, со стеблей. С ногами. Чтобы они вставали и уходили. Ну, вот я через воду на них смотрю. У них такие, знаешь, эти хвостики в воде. Сейчас я посмотрю и скажу тебе. Ой, еще эти пузырики идут из-под воды. Нет, хвостики, хвостики это better foliage. А вот цветочек. На кувшинке есть и в ваниле, но better foliage меня это выглядит. О-о-о. Красивенько. Да, мне прям на самом деле что-то better foliage все больше и больше нравится. Если бы он не был таким багнутым. А он багнутый, да? Ну, начнем с того, что он периодически кашет народ с модами. Продолжим тем, что не знаю как у кого, у меня он стабильно отжирает половину процесса. Просто сам по себе. От них и делать. Вот негодяй какой. Поэтому я его удалил. Потому что, собственно, прямо майн преображается, я бы сказал. Ну да. А это вот новый биом, интересно, или нет? Какой? Ну вот где я сейчас нахожусь, скоро увидишь. Зиг, загляни на мою базу. Огромный диоритовый кусок в небесах, недалеко от спауна. Плюс Ник за тобой летает ради кордов для метро. Огромный диоритовый кусок. Ну, ребятки, корды для метро я вам потом скажу. Дайте мне хотя бы время спокойненько себе найти место жительства. И он, в котором ты, Зиг, сейчас пройдешь на стриме, записывал. Да, Clans Plains, судя по всему, вот они и есть. Да, я записываю. Как-то написано. Прям прикольно. А почему так получилось, что я пробиснул, ничего не знаю? Потому что... Про него вообще мало кто, мало что знает. Он такой. Господи, человек, Андрей, с кучей цифр, ты тролливаешь, или ты серьезно прослушал все, что было до этого? Нет, он спрашивает, что такое Commonwealth. Он уже не сказал, что это с Велс. Так он только что спросил, он столько тянулся. Можешь ему заказать банрулетку. Профессор, успокойся. Хватит банрулетки. Да ладно, банрулетка прикольная, я подумаю насчет введения чего-нибудь похожего. Ой, я тогда в чате точно не упряжусь. Да нет, ну, бог, я ж... Ты, наверное, прослушивал этот... Я знаю, что это такое, не начинай, мне вчера весь мозг вынесли. Кто тебя вынес? Кто-кто. Алёна? А ты как думаешь? Алёна. Ты правильно думаешь. Потому что это с неё всё-таки пошло, когда диванные эксперты ей настроение испортили. Посылать таких надо и не портить настроение. Ой, Вондерер Бай, тысяча рублей, много пива и колбасок. Спасибо. Но, на самом деле, это не на пиво и на колбаски, это, ребятки, на Oculus Rift. Если вдруг кто-то забыл, я собираю на Oculus себе. Сверху слева на экране стрима вы можете увидеть, сколько уже собрано и сколько мне необходимо собрать для того, чтобы сделать предзаказ. Ну, правда, курс доллара с тех пор, как я эту цифру здесь ставил, поменялся. Надо было в долларах собирать, что-то не собрать. Ну, ладно. Тебе плюс-минус где-то 5-7 тысяч, по-моему. Ну, да. Крипер! Нет? Нет. По крайней мере, пока нет. Жаль. Ну, сервер тормозит, на самом деле. Тут я еще и генерю. Генератор карты. Зиги-генератор. Надо реализовать. Ага. Только я боюсь себе представить, что если я сейчас генерю карту, то он, по идее, должен вырабатывать энергию, когда кто-то генерит карту. Это не очень хорошо. Нет, Зиги-генератор будет ловить вход с микрофона и генерить энергию каждый раз, когда кто-то говорит арк. Тоже вариант, да. арк-арк-арк-арк. Оставляете, человек играет в сингле в Майнкрафт, и сидит арк-арк-арк? Инвердус Викус, да, только в Майнкрафте, а? Эй. Про Эда Альфа очень хочет, Анна, перед тобой ей публично извиниться, что она тебя назвала Аленой. Говорит, прости. Но, правда, у нее почта не сработала, потому что она уже отправляла. А, да ничего страшного. Я уже так привыкла, что уже пофиг. Есть у меня на работе один человек, зовут его Женя. Отчество у него Сергеевич. И фамилия, в принципе, тоже очень похожа на имя Сергей. Его постоянно, везде, во всей переписке называют Сергеем. Он говорит, я, говорит, уже не могу, я не знаю, что делать. Я, конечно, с одной стороны привык, говорит, за 37 лет, но с другой стороны каждый раз, как это самое, как серпом по одному месту. Как первый, да? Ага. Сгонял в магазинчик, а тут стрим, спасибо, Зик. The 777. Да, не за что. Все-таки мне тебя нравится называть The 777, потому что тогда получается, что я уже один раз сказал слово Seven, осталось его только три раза повторить, так проще. Да! Зик, смотри на маркеры, ты по кругу бродишь, Михаил Мухамедов говорит. Я действительно, похоже, брожу по кругу. Ну, я следы заметаю. Рука, лицо, Зик. Я включил креативку и полетел. Теперь понятно, почему Зик плавает через все речки. Это чтобы собаки не уникали. Ага. Куда кидать свои идеи и выключатели для Evolved Controls ZAR2001? На форум есть специальная тема. Даже более того, под обзором, если ты найдешь обзор, там в описании есть ссылочка на эту тему, чтобы тебе не искать. Ой, недлинная челка бегает по кругу. Отлично, Пашка. Паша. Что, вы мультик этот не смотрели, что ли? Смотрели. Ну, это так звучало, мило. Ой, Таум из... Таум из Данжа. Данж из Таума. Таума из Таума. Так, надо, видимо, перелететь еще один биом из Абисова. Микселлер, я видел сообщение о том, что твой ник уже есть в байтлисте. Если ты в написании не ошибся, то можешь заходить. Если ошибся, то напиши мне в ВК. Можешь сейчас, можешь после стрима. Но в любом случае, тогда исправлять твой ник я уже буду после стрима. Сейчас этим заниматься не хочу. Так, вот здесь есть большие деревья из Таума. Вот, наверное, где-нибудь здесь я и поселюсь потихоньку. Зига залетал следы, да? Ага, залетал. Таум из Данжа. Вот я за норой его кодил. Да, действительно. Теперь все понятно. Вот как бы... Genetic CC. Откуда ты знаешь, что в Россию поставок нет и не будет? В Россию поставок нет. В плане того, что не будет, никто не говорил. К тому же, в любом случае, а зачем мне, собственно, в Россию? Я найду в другое место, куда его отправить. Ну, что, ничего такого. Да не, не, мне нравятся вопросы. Что за окулист-то? Окулист? Окулист-рифт. Где границы мира? Нет границ мира. Ребятки, вы, видимо, никогда не играли на, скажем так, приватных серверах. Ну, не так. На непубличных серверах. Границы мира есть, как правило, только на серверах с донатом. Не знаю, кстати, почему. Наверное, потому что они публичные. Отлично, я сделал. Я, конечно, координаты не показывал, не показывал. Ну, вообще, ладно, я же сказал, что я потом вам все-таки координаты скажу. Но если кто-то ко мне придет жить, ребятки, ух, ам, арк. Ба-бам. Типа того. Здравствуй, мистер Джокер. Привет, Джокер. Окула Мотора. Что? Это как Акуна Матата, я понял. Что вы несете, люди? Мне тоже интересно. Зверя, здравствуй, Дина. Привет. Зик, мы с Нюком задолбаемся копать туда метро. Да ладно, у вас есть дроны из Open Computers. Только за 42 тысячи личный окулист будет вашим. Личный окулист. Я, кажется, нашел место, где я хочу жить. Где? Тут, правда, блин, обелиск из Таункрафта и три фаерчарджа висят в воздухе. Зверя, я не Алена. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Муахахахаха. Что же, нет, начинается. Отстаньте, Вадзига, это не публичный сервер. Сабсервер. Тебе надо этот Кримирал. Ну, я знаю, что здесь произошло, Зик, в этом месте, где обелиск из Таункрафта и три фаерчарджа в воздухе. Ты мне предлагаешь близко не селиться? Я не могу понять, что там вообще произошло. Такое ощущение, что там уже кто-то пролетал до тебя, и культисты на него согрелись. И все потом повисло. Снаряды. Ну да. Да ладно, я, наверное, буду жить вот здесь. Мне нравится. Рядом с деревом, тут так миленько. Рядом биом из Абисала. Ей, зверя, соль. Я тебя не поняла. А, Аленка в чате есть, да? Другая Аленка. Другая Аленка? Так. Немного Аленок. Я запуталась. А биомов из Абисала не многовато? Суслик-16. Ну, World Gen, такой World Gen. Нормально. Ничем не могу помочь. Пойдет. Так, вот книжку из Open Computer я тоже зачем-то с собой сюда приволок. Кстати, прототик, я тут видел краем глаза в Дискорде, что ты таки случайно скомпилировал котелок под 189, да? Прототик. Случайно таки. Я просто сейчас вот смотрю на то, как я рублю дерево, мне грустно. Случайно так, прям вообще. Да не, нормально. Мы программисты всегда пишем код случайно. Чехни, молодцы. I eat beans soon. Ну, извини. На самом деле, ребятки, если что, я обойдусь без метро. Мне как бы это не сильно принципиально. Метро это вообще ваша идея. Так что, как бы, если до меня вы его не доведете, ничего страшного. Копать, копать и класть. К тому же, да, вам, собственно, торопиться, что ли, есть куда? Никто завтра... Вайп, да, в ближайшее время не планируется. Если что, я еще раз повторюсь, потому что вдруг кто-то не слышал. Ребятки, если вы попали в уайт-лист, и вы по какой-то причине не хотите дальше продлевать, как бы, мою поддержку в виде сабскребинга на Твиче, это делать необязательно. Из уайт-листа вы не исчезнете. Вайп, 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 вайп. Да хватит, да хватит. И прототик пишет, я уснул на клаве, просыпаюсь, оп, 1, 8, 9. А, по дороге бывает. Давай, прототик. Ты знаешь, чего мы все... Запивай. Запивай или запевай? От слова петь. А, ну ладно. Слава богу. Зик, сделай сундук, а я тебя прошу. А я вот, собственно, как раз этим сейчас и занимаюсь. Ура! Мне же нужно было его где-то делать, поэтому ой. А, ну логично. Поэтому ой. Нет, это я случайно факел поставил вместо сундука. Красавчик. Так, здесь у нас будут жить всякие железяки. Железяки. Так. И надо сделать еще сундук. А, аваст считает новую сборку джавы ошибкой. Я считаю аваст ошибкой, причем капитальной. Да ладно, нормальный антивирус. Не бывает нормальных антивирусов, я выяснил. Ну, это да. Не существует. Из золота Зигу станцию заперить. Ну, ребятки. Зачем же так капитально? Зачем мне станция из золота? Золотой Зиг. Золо по Зигу. Привет, Вованоксин. Здравствуй, Вованоксин. 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 Он же лекарство. Боже, Зиг. Что, он сам говорил, что его надо читать как лекарство, поэтому я запомнил, что он лекарство. Он Вованоксин. Я думаю, он нам сам сейчас в чате скажет. Лучший антивирус здравый смысл. Да, согласен. Кроватка. А ты забрал, да, кроватку? Да. А кроватка у тебя где будет жить? Рядышком. У меня пока здесь как бы не из чего строить домик, поэтому я опять на улице. О, Зиг тебе домик может построить. Бывает нормальный антивирус, называется прямые руки, Джон Сиэс. Ну да, в принципе. Ну да. Я как-то вот без антивируса живу, нормально. Ну хотя нет, я немножко лукавлю. У меня стоит, прости господи, как он называется, Windows Essentials, во. Что-то странное. Windows Security Essentials. Бесплатный этот самый антивирус от Микрософта. С виндой идет. Антивирусов мелко ляде. Да. То есть, чего потом у них вырос Forefront Endpoint Protection. Это то же самое, только для обычных людей, у которых не серверные операционки. Боже. Не знаю, мне по крайней мере нравится то, что он совершенно никак не мешает работоспособности системы. Хотя, конечно, на SSD диске это сделать сложно, но как вывесилась, можно. Хм, и как же? По-моему, это Касперский после его последнего обновления. А, ну да кто Касперский? Не удивляет. Положи систему с SSD на обе лопатки. Каспера не такое может. Не скучайте. Окей. Обращайся. Тебе зига говорят, что ты коварда спалил. И палят коварды в чат. Да, ради бога. Я же сказал, что как бы если кто-то ко мне придет жить, то это будет последнее, что человек сделает на этом сервере. В любом случае, людям же этот самый делать. У меня метро почему-то. Зачем-то. Настя, господи, какой ужас. Заклеила наушники. Теперь одно ухо звучит глуше. Изолентой? Ну давай, деревце. Опадай. Не, ну ладно. Учитывая то, что я с такими лагами почти себе разровнял вот здесь вот место под хост-блок. Играть можно. Хотя, конечно, блоки по два раза срубать. Ой. Я сглазил. Сервер closed. Еееей. А, шики. Ща глянем. Так, че тут у нас? Прототик. Эка колдром. Э, concrete modification. Невкусно. Ой, CMS. Ненавижу CMS. Попью CMS. Однозначно. Эх. Ждем, пока сервер перезапустится. Я думаю, что пока мы ждем, пока сервер перезапустится, я, пожалуй, вас тоже ненадолго покину и пойду отравлюсь. Ха-ха-ха. Скоро вернусь и скучайте. Я вас ненадолго покину, пойду чаю сделаю. Как, на тебе чат. А, окей. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха-ха-ха. 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 У меня молот всегда дался Так что если будете пытаться захватить чат Я вам быстренько захватываю Поотобью Господа хорошие Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Мистер Тайм Го ЮА Будет у нас стрим, не знаю во сколько Может ночном, может нет У меня еще куча дел Я как-то еще не устал, не хочу этот Стримить даже Субтитры создавал DimaTorzok Какой вам антизахват? Я вернулся, а Халк молчит. Да, ничего, они там пытались захватить чат, я их предупоявил, смотрел в чат. А, хе-хе-хе. Кого там уже можно, это, антизахват чата устроить, кому? Это самый тихий захват чата, который я когда-либо в жизни видел. Все, я к вам вернулся. О, одновременно. Есть. Практически. А я сижу манитирую в ферме. А сам где? Видимо, еще не вернулась. Ой, да. У меня что-то какая-то проблема, то ли с хором, то ли с течем. Когда рекламу ты запускаешь, после того, как реклама проходит, когда ты возвращаешься... Черный экран. Ага. И у меня. Любопытно. Вот, приходится постоянно. Перезапускать. Угу. Этот, мне вот интересно... Из них у твоих игроков был котелок и 1.7.10 для дракона. Тут эксклюзив 1.8.9. Ну да. Да. А вот эту сборку, которую для сабскрайберов, можно просто получить для игры в одиночку? Ради бога. Она же у меня на сайте в открытом доступе. А, понятно. А просто дома ты только сабскрайберам задаешь. Не-не-не, сборка общедоступна. Окей. Хоть сервер на ней делайте, я ничего против не имею. Да, просто хочется посмотреть, что ли. Что такое мода на 1.8.9, хотя в мэйн не играет. Посмотри, заодно и постри. Покрашься пару-тройку раз. Ну, нет, в Сингле, на самом деле, она себя ведет, как ни странно, стабильно. Я очень сильно этому удивлен. Вон, ты все же закончил с мэйном. Ну, никогда не поздно начать заново. Это дал. К тому же, опять же, 1.8. И мне будет еще вечером посмотреть. А то есть тебе лонгдарк не нравится? Не нравится. Знаешь, после последнего обновления он стал каким-то... Как тебе сказать? Ты там перестал умирать, мне перестало быть интересным. Это не связано вообще с обновлением никак. Ну, я понял, что ты просто, да, как бы это сказать, стал более опытным игроком. Да, я даже на Сталкере вчера убил двух волков, двух медведей. И сижу с кучей мяса, воды, еды, не знаю, что мне делать. Так, что я хотел сказать. Я хотел прочитать почту. Зик, какие-нибудь моды на версии сборки 1.3 новые появились? Да, появился мод на, кажется, кухню. Как-то он назывался... Как-то он назывался... Я не понял, как он назывался. А почему у тебя тут Зик? Нету ботании или есть? Ботании нету, потому что, Вов, вы меня с мраком дезинформировали. Да как нету, есть. Я тебе могу снимать много видео ютуберов, которые играют с ботанией на 1.8.9 спокойно. Слушай, ну это на самом деле странно. Может быть оно это самое... Сейчас я тебе найду ботанию. Потому что ни на сайте, ни на Curse Forge я не нашел версии для 1.8.9. Нашел версию для 1.8. На 1.8.9 не фатчет. Майнин левел... С чем ее чинить-то, эту хрень, блин? Из чего у меня лопать? Лопать копать. В сингле стабильный. Зашел, поймал 3 краш подряд. Решил больше не трогать Стормклифф. Ну, возможно, у меня с генерацией было проще. Но на самом деле, я пока в сингле это делал, тестил. Меня не выкинул вообще ни разу. Портбилдер и хренька. Да, вот единственное, что, конечно, я сделал, наверное, зря. Но у меня много вариантов не было. Это я не забрал свои тинкеросовские штуки. Со старой базы. Тебе ссылку на ботанию 1.8.9 скинуть? Ну, скинь. Я обязательно ее, может быть, даже поставлю. Обязательно, может быть, даже. Держи, Зиги. Спасибо. Скинул в ТС. О, в ТС я могу пропустить. Вов, если несложно, можешь в ВК продублировать. Окей, без проблем. Апдейтится ли мод эндертанков? Будет ли Таумик Тинкерер на сервере? This poor guy. Насчет Таумик Тинкерера, если честно, пока не знаю. Мод на эндертанки обновился, по-моему, даже в этой сборке. На самом деле, достаточно приличное количество модов обновляется. Мне, правда, не получается следить прямо-таки за всеми. Где Tool Station? Ну, вроде как, вот, как бы, к моменту выхода версии 1.3, все моды на актуальной версии. В СЕ совсем забросили, Чу-Скул? Этот вопрос, на самом деле, на который мы себе сами пока ответить не можем. Я не знаю, ребят, что вам сказать. То есть, с одной стороны, хочется туда вернуться, с другой стороны, как-то уже и не тянет. Посмотрим. Я слышу звуки, как будто кто-то вызывает визоров. Наверное, это из-за того, что кто-то вызывает визоров. Ну, я, например, да, вот, как раз поиски, я думаю, скорее всего, я буду только креативить. Что одному там вкушу. Креативить? Да, всякие кораблики строить. Кораблики? А, в этом, в Space Engineers? Да. Так-так-так-так, лопатка. Хотя теперь для этого у меня есть этот скрад-механик. Ну, скрад-механик, кстати, ребятки, если кто-то хочет мне сделать подарок, она у меня в виш-листе. Да и, в принципе, можете зайти в Steam, посмотреть, что у меня в виш-листе. Поэтому, как бы, если не просто вы так хотите мне подарить какую-нибудь игрушку, которая у вас там, не знаю, где-нибудь завалялась. Если вы хотите действительно сделать мне приятное, посмотрите на мой виш-лист. Будет отдельное спасибо. И, кстати, да, вот, собственно, мрак это каждый раз говорит. Я это каждый раз подразумеваю, но сказать-то, собственно, я об этом периодически забываю. Ребятки, если вы мне дарите что-то в Steam, я это, конечно же, принимаю. Но, если это не та игрушка, которую мне вот там действительно хотелось бы, я эту игрушку потом оставляю на розыгрыш. То есть, я ее себе не добавляю. Если вы хотите эту игрушку подарить именно мне, так, чтобы, грубо говоря, я ее там посмотрел, в нее поиграл, как хотите. Пожалуйста, когда делаете подарок, об этом пишите. О том, что вы хотите эту игрушку не для розыгрыша мне подарить, а для того, чтобы именно я в нее поиграл. Потому что, я думаю, что, на самом деле, многие люди, которые не знают, что, собственно, есть вот такая вот практика у меня и у мрака, они могут обидеться, наверное, когда подаренную ими игру вдруг мы начинаем разыгрывать. Надо будет взять для этого, на заметку такую политику. Я знаю, что я не взял. Я совсем молодец. Мне очень скоро придет хана. На еде не взял? Кстати, по этому поводу мне тоже может скоро прийти хана. Об этом я тоже забыл. Кроватку? Нет, я не взял что-нибудь, чем можно поджечь факел. У меня есть железо, но нету флинта. Ну что, теперь факела надо еще и поджигать? Да, здесь стоит специальный модик. А, модик. Я думал, вот это. Ванила. Механика. А что, картошку теперь нельзя в печке делать? Как из картошки сделать что-нибудь хорошее-то? Можно себе сделать, конечно, кукин найф. Видимо, так и придется делать. Почему я не могу делать печеную картошку? Что за ваше? Посмотри через джей. А, в смысле, посмотреть именно печеную картошку? Угу. Картошечка бейк. Эй! Почему у меня джей вдруг в режиме этого самого оказался? Чита. Нет рецепта? Прикольно! И железда у меня всего девять. Мне кажется, дико бесплатно доту не возьмет. Нет, доту я не возьму в любом случае, ребятки, извините. Такого, извиняюсь, гумна мне не надо. Ну, может, игрушка хорошая, помените мне очень. Страна-то у нас хорошая, люди говно. Да, ну да. Ну, так. Походу, печь не работает вообще. Прайда Альфа. Да ладно, серьезно, что ли? Может, имеется в виду, что в джей не показывается рецепт из печени? Не, ну просто вроде как печка-то работала. У меня здесь была какая-то пылька. Вот, допустим, восемь копера. Как раз, кстати, восемь. Нет, Надь, работает. Так, надо отключить waypoint офф. А то мне тут мешается маленько. Так, ну окей. Что мне все-таки делать с фринтом? Надо его где-то идти искать. Ночью это делать не очень хорошо. Ребятки, давайте поспим. С удовольствием. Пашка, начинай. Октав, это выражение такое. Что вы привязались? Не боюсь я, что за мной следят вежливые люди. За мной следят вежливые люди. Вова и Халк, да. И я тоже. И сам вот пришла тоже следить. Я покушаю. Молодец. Хотел бы искать приятно, но, видимо, уже поздно. Угу. Из мятежного пищеварения. Прошу. Господи. Мне всегда так говорят, когда я покушаю на работе. Так, копать. Здравствуй, Флешка. Привет, Флешка. Флешка. Паша, ты сейчас так звучала. Как? Пашка, сегодня вообще звучит целый день немножко странновато. Вот-вот. Паша, ты сегодня странный. Тектролл, спасибо за сабскрайт. Добро пожаловать на борт. Господи, что ж так орать-то? Я аж подавилась. Потому что это Тектролл. А можно мне тогда уточить? Почему? В каком месте я странный? Потому что ты не Тектролл. Паша, который зик? Это ты теперь странный? Да. Халк. Я всегда такой. Хватит орать. О, я нашел его. Гравий. А я думал, Тектролл. Нет. Паша. Блин, дайте мне хоть один кусочек этого-то флинта-та. 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 Какая-то флинта-та происходит. Так, а может у нас рецепт есть? Есть, Электрик Крашер, отлично. Грайндер, отлично. Грайндер? Грайндер-то у меня есть. Мраковизм, вот главная чума. Народ пишет. Чего? Причем тут мрак-то вообще? А тут свиной гриб, вирус зига. Понятно. Тут как бы долго что можно перечислять в чатике? Да. Где бы запланировать вход? Вот у людей вопрос, это проблема-то, а? Анют, а у тебя что, другой микрофон? Нет, а что? Тебя почему-то намного яснее слышно. Ага, есть такое. Ну, он упал хорошенечко, я думаю. Не помогло. Письмо, да. Какая прелесть, слушай. Да, чтобы больше не связываться. Я когда пошла кушать, я его уронила так жестко. Миренько. Водно. Это хорошо. Зиг, такой вопрос. Ты смотрел фильм Готика 2003 года? По-моему, нет. Ура, кто-то стримит, мистер Лохас пишет. Можно звуки майна погромче, Сусник-16? Я всегда играю приблизительно на такой громкости, и если делаю громче, то уже меня бывает не слышно. Вообще-то, мистер Лохас написал, ура, зиг, что-то стримит. А я что написал? А я что прочитал? Кто-то? Отлично. Ну, вы меня знаете. Вот если бы не знали, мы бы сильно удивились. Зажигалочка у меня появилась. Так, мне бы еще водичку найти. Ой, синий слайм. Тут что, остров где-то? Эээ, вот он. Отлично, я прямо под островом живу. Арг! Зиг после обновления сборки в печках перестала жариться еда. Ага! Так вот, что этот мод добавляет, название которого я забыл. Он на самом деле тоже на еду и добавляет свою кухню. И не исключаю, что кухня теперь он добавляет таким образом, что выключает ванила в механику. О, а вот и вода. А у меня нету, конечно же, ведра. Интересно, а можно ли сделать ведро не из железа? Как говорят в Ирландии, букет. Нет, нельзя, только из железа. Это арк, железа у меня мало. Так, главное не сделать случайно себе ножницы вместо ведра. Блин, после обновления Тинкерса, похожие инструменты не чиниться в инвентаре. Или они никогда не чинились? Пока не чинились. Для этого нужно было Игуану ставить. Теперь, собственно, автор Игуана и автор Тинкерса это один и тот же человек под ником Бонни. Они объединились, или кто-то что-то у кого-то отжал? Бонни теперь занимается и Тинкерсом тоже. Уже на самом деле с 1.7 достаточно давно, потому что Эмда ее забросил, я так и не понял, один что моддинг или конкретно этот мод. Я сейчас подохну! Живи, Паша, живи! И рады у нас стримами. А, Зик сейчас от голода улыбнет, черт. Вот я что и говорю. Вов, ты слоу-почешь, мальца. У меня на стриме задержка полтора минуты. Так, где у меня есть себе пока лужицу вырыть? Хоть что-то я должен успеть сделать. Ань, тебя тут повысили, теперь ты флешка. Еще и прокуренным басом круто. Почему вот я раньше не сожрал яблоки, кто мне скажет? Не сожрал яблоки? Не сожрал яблоки, они у меня были. А! Ну, потому что голоди волосы. Скин я, ребятки, поменял, когда кто-то из моих подписчиков мне его нарисовал. Точнее, не то, что нарисовал, поменял, скажем так. Мне понравилось, поэтому я решил, почему бы не поставить. В смысле поменял? Ну, он теперь выглядит немножко по-другому. Сзади здесь нарисованная мордочка Корвина, и, собственно, у меня более такой расхлябанный вид спереди. Окей. Почему расхлябан? Сейчас увидишь на стриме. Как будто, я не знаю, то ли на вечеринку, то ли с вечеринки. Ну, скорее сетф. Да. А может быть на, только другую. Фобода, да. Гулять, так гулять. А, экшенсенал, краба-то уже добавили. Эшшеншенал? Эшшеншенал. Паша, стрим провел обмен. Можешь собрать значок и получить уровень в стиме. Привет, Джон Сиэс. Спасибо, я это уже сделал где-то, наверное, около часа назад сегодня. Спасибо. Привет, мраковей. Привет, мрак. Если же, если есть желание, забегай в ТС-ку. Мы на Цвелсе. Привет. И, кстати, привет всем, кого не видел. Ребятки, 336 человек. Здравствуйте, с вами Тик Захаш. В ТС-ке со мной есть профессор Халков, Вова и Анюта. И, возможно, сейчас еще прибежит мрак. Мы стримим саб-сервер, как меня просили его называть. СВЛС-2. Интересно. Изначально ведро получается флэшовое. О, господи, флэшовое. Флэшка, прости, я не про тебя. Ведро получается форжовое. Но как только в него добавляется вода, оно становится ванильным. Очень интересно. Ты же, Вова, знаешь эту фигню, да? По поводу ведер. Почему у нас в Форже теперь свое ведро, которое переписывает ванильное ведро? Нет, почему же? Мажанг запретил лицензионным соглашением менять ведро. Почему? Ну, если честно, я вот совсем подробностей не знаю. Ну, вот ответ был такой, что все, больше нельзя модом добавлять свои ведра, менять существующие. Ну, точнее, на основе их. Поэтому, собственно, получилось ведро исключительно для Форджа. Что? Как? Добрый вечер. Здравствуй, брак. Брак. Почему брак? А таки здравствуйте. А таки как у вас дела, а? У меня не работает бесконечный источник воды, что делать? А, не знаю. Слушай, а что, сборка это, типа, обновленная уже, я так понимаю? О, какие классные ведра. Слушай, или это не ведра? Слушай, а ты блок обдейд пытался выжить? Вообще-то да. Ну, как бы я рядом вторую водичку налил, она все не растеклась. Но сейчас попробую специально по центру поставить блок. А какие у нас изменения в сборочке? У нас больше не работает печка на ванилой еду. Слушай, а что это за круглые деревья, подожди? Это что такое? Better foliage. А что, он теперь такое делает даже? Ну да. Эй, прикольно. Не, ну мне нравится, слушай. Да, WoW, действительно, блок обдейд. Так что, Эшеншелл Крафта есть? Эшеншелл Крафта нет, я так понял. Я опять, на самом деле, забыл поставить Таумик Бейзес. Фикс не поставишь еще. А что еще из новенького появилось? Из старенького удалились? Виртуал, не надо мне спамить в личку в Майнкрафте, по поводу того, чтобы я убрал Талисман 2, потому что он читерная кака. Я еще пока его не трогал, поэтому не знаю. Убирать пока не буду. Из нового, собственно, это все. Остальное все обновление, 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 обновление. Обновлений много. Ботания мне вот Вову только скинул минут, может, 15 назад, потому что я ее сколько искал, найти не мог. Даже Гугл мне... А, ну хотя нет, вру Гугл мне не пользовался. Потому что я знаю, где обычно живет Ботания, там ее не было. А я вот воспользовался Гугл. Он остальные не нашел. Поскольку знакомого народа, всем и здорово. В общем, всем привет. Вот, так проще, да. Всем привет. Может, запрещено изменять из-за ядра бакет, ядру сервера нет. Да, лаги, конечно, есть, Марк. Куда же они денутся? Ну, как прототик вчера в Дискорде написал, что он случайно скомпилировал этот самый котел. Я до сих пор жду новую версию. Все ждут. Блин, сборку же надо обновлять, точняк. Я же моду даже подготовил для ломтика, там, у меня все скачано, все готово, осталось только залить и насладиться багами. А вот у меня из-за рыжей колбасы не получилось вчера обновить сборку на цвелсе основном. Ага. Так что, благо, сегодня пришел специальный подключающийся мальчик, точнее, подключающий. Господи, иди к розету, призываешь подключающего мальчика. Да, потому что мне негде в субботу, точнее, в пятницу вечером взять обжимник и коннекторы. Да обжимник, да коннектор просто достаточно было взять. Там блоком делается за три секунды же. Ну, че такое? Ну, мрак, я не настолько, наверное, хардкорщик. Да ладно, че там обжать? Там облегку, иди к нему. Там вообще прям, я не знаю, там даже молотка не надо, там можно одну отверху взять и вторую, и вторую подстучать просто. Вот два маньяка-то, а. Ну, че там, я не знаю, маньяк. Открываю, допустим, при помощи самореза и плакогубцев. Это нормально. Это норма, Вик, это уже все. Ну, блин, у коннектора можно было зажать. Ну, нет, у коннектора. С утра вставил бы в магазин, купил бы за шесть рублей, и все. Включающий у мальчика. Уплучил мальчика. Работа у него такая, ничего страшного. Так он бесплатно? Конечно. Нет, просто это вообще хороший способ заработать. То есть, вот представь, приезжаешь, чтобы кабель обжать. Вот просто. Да. Не, на самом деле так получилось, что когда мы вчера диагностировали проблему, я не сразу заметил, что это Корвин. То есть, я был уверен, что это мой свитч опять сдох. Потом, собственно, когда я позвонил в Beeline, спросил у них, дескать, че такое вообще, че за фигня. У нас там просто еще в подъезде какие-то эти самые почтовые ящики перевешивают. Тут что-то, не знаю, какой-то мини-ремонт такой происходит. Я думаю, может, перебили где-нибудь. Они говорят, нет, вы, говорит, единственные из своего дома, у кого, как бы, есть жалобы. Давайте, говорит, проверим, да, ошибки на порту, скорее всего, ваш кабель. Ну, я думаю, ладно, хорошо, значит, теперь это самое, перетягивать будем. Все, назначил, значит, время, все хорошо. И потом посмотрел. Собственно, аккурат, у меня за креслом лежит этот несчастный провод, вытянутый практически из стены. Покусанный, обжеванный, обслюнявленный, такой мля-мля-мля-мля. Ой, коры, не болит. О, нет, я вчера на работе вот убил два свеча, это было здорово. Один, правда, сам, а второй, как бы, он сам убился. Я утром прихожу, не работает свеч, думаю, интергнота нет, мне сидеть в кабинете скучно, значит, это, ну, как бы, вставляю в другой свеч, второй тоже не работает, а всегда работал, открываю, перепаял кондеи, вот, значит, поставил, он опять не работает, еще раз перепаял кондеи, вот, прогаел там местами кое-что, вот, заработал. Ну, в общем, окей, пока этот свеч перепаленный, прогаи, это и работает. Кошвар какой. Флешка, я не хочу даже думать то, что ты предлагала мне сделать с мальчиком подключающим. Господи. Не, ну, флешки можно, а девушка. Так, ладно, надо в таком случае разбираться, каким образом пользоваться этим странным модом, название которого я забыл. Каким? Говорю, что название забыл. Ну, привет, на что хотел? На кухню. А, этот? Мне, более того, придется его посмотреть, потому что я даже первую... Это дом весь, да, по-моему, к пампсу, насколько я помню? Пампса нету, еще на 1.8 рак. А, окей. У меня просто на ломтике стоит такое дом, на кухне для пампса, как раз. Блокхэдс там что-то у меня теперь тоже будет стоять, называется. Кукинфо Блокхэдс. Так, вот теперь вот такую хрень надо сделать, для того, чтобы сделать нагреватель. Ой, не напоминайте мне про византийцев, ребят, я эту игру уже удалил с компьютера. Византийцы! Киевский князь! Сибирь. Уважаю. Сузыграта. Томбрайдер, райсерс Томбрайдер. Там есть византийцев Сибири, киевский князь, который тоже оказался... Точнее, корона киевского князя, который оказался там же. Там есть еще монголы, есть еще, значит, кто-то еще был вчера, не помню. В общем, кто-то еще был. Да, кто-то еще там был. Нет, ну, медведь там был, логично, то есть, как все нормально. Без балалайки только. Да. База СССР все там порно. Нет, ну это ладно еще, база СССР там... Я, кстати, узнал, вычитал, что, оказывается, там не просто база СССР, там ГУЛАГ есть. А-а-а, да, что так. То есть, ну, как бы, ну, должны же были, да, прям все клише перебрать, вот так вот, типа. Ну вот, да, жалко только, что это оказался не пульт управления Лениным. Я так ожидал, он надеялся. Ленин тоже был, да. Убрали плохие мыстры с чата, а домов, толков, натравлю, Орла и Гон пишет. Слышка, про себя публично говорить, это интересно. Нет, ребятки, я как бы не против того, что вы у себя будете витую пару спаивать. Но я такой фигней страдать не буду уж, извините. Настрадался. Настрадался. А зачем спаивать? Можно перекручивать и полоскогулцами зажимать. О, боже! Я даже, да тебе больше скажу, я не раз сделал, знаешь, какую хитрую штуку, чтобы два телефона подключить к одной треске, я брал витую пару, я витую пару раздерманивал на два кабеля, и, в общем, ну, то есть, как бы, вот так вот. Там же, как бы, 8 проводков. Сам враг тебя научит. Я тебе, да, кустарными, я просто это раньше, когда я еще работал, не там, где сейчас, там приходилось иногда из-за нехватки разных средств прибегать к некоторым интересным способам коммутации, вот, поэтому. Фобос Вольф говорит, кто может, навскидку, назвать 5 имен покемонов? Я ни одного не назову, кроме Пикачу. Да, это логично. Бульбазавр... Что? Слоу-фок, тот же самый. Что такое бульбазавр? Ну, вообще, он водой стрелял, как не помнится. Это вот, если бы сейчас здесь был Люк, он бы назвал, потому что у него на 3DS есть игра, покемон с Black & White, но она классная, кстати. Там, где битвы? Да, там, ну, то есть, там ты собираешь покемонов по миру, ходишь, там, выполняешь квестики и попутно до битвы. У меня такая штука была на этом, на Game Boy. Ну, это вот это, на 3DS, вот у Люка, она классная, серьезно, то есть, она, там, то, что выходит на 3DS, оно, как правило, не хорошее, как покемонов. Вот, вот именно, флешка. Белорусский покемон. Белорусский покемон. Да, просто. Вот, мне почему-то именно такая тоже ассоциация пришла в голову. Бульбазавр, динозавр из Белоруссии, собственно, говорит, зыспургай. Так, ну, ладно, это, конечно, все хорошо. Я что вообще хотел сделать-то? А, я хотел немножко покопать, а для этого мне нужно было, а у меня все есть. Все, окей, 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 копать, копать, копать. Где-то вот там была пещерь. Почти Пикачу забыл. Пикачу я назвал самого первого. Я больше никого не знаю. Девизг, наверное, покеон, которого знают все. У него, кстати, скоро выходит игра. Я про новостяк прочитал. Она, причем, будет детектив, квестовый такой, где Пикачу носит кепку, как у Шерилла Холмса. И, ладно, хоть трубку не курит. Серьезно, причем. Она такая. Но она выходит вроде там тоже, что ли на 3DS, то ли на чем-то вот таком. По-моему, на 3DS. Или на PS. Ну, на PS, видите, вряд ли. На 3DS такой должен выходить. По логике вообще там. Блин, надо 3DS покупать. Там столько интересного выходит, что прям... Отлично. Я думал, тут какой-нибудь развал. Как называется? Расщелина. Тут просто небольшая пешель. Даже без входа. Из второго. Эээ, придется закапываться. Мне же, как бы, ресурсы теперь опять нужны. Марк, а ты не знаешь, как коллагенную лампу починить? Ну, ее надо... Саму лампу. Вообще, смеяться хоть будешь или нет, но по ней можно постучать довольно долгое время. То есть, если ее взять и аккуратно, там, не знаю, взять какую-нибудь железку, обернуть ее в тряпку, чтобы, ну, и лампу не повредить, и постучать вот так вот равномерно по ней. Это иногда и дает ей некоторую устойчивость. У меня просто вчера лампа перегорел, а я не... Ну, по-другому их, по-моему, ни щи нет, насколько я знаю. Это и то, не починка, это так чисто там. Насколько я помню, их вообще ничего нет. Да, но это вот способ от меня и учили в то же свое время такой фигня. Один раз помогло. Поэтому... И с такой, кстати, слампендерного цвета тоже срабатывает. Ну, таким примером, которые дорога. Там моя темная келя стала слишком светлой. Ну, постучи наоборот. Выключи, постучи на ней. Я же могу сидеть вообще в полном тему. Я включаю верхний цвет. А он очень яркий для меня. А-а-а. И мне, наоборот, не нравится рассеянный. Ну, для их цели у меня вот есть лампа этого... Дневного света. Она специальная. Ну, это не на сна, которая в розетку включается. Не, можно идти постоянно. Да, ребятки, это стрим-2. Стрим-2. Потому что он второй. А, уже... Уж я был один. Так, ну, ты же даже на нём присутствовал. А, это то, вот. Я думал, сегодня был ещё один. Не-е-е. Ты, кстати, долго планируешь стримить там? Знаешь, я думаю, что ещё где-то часик или около того. Сегодня не очень. Окей. Ребят, хотите сдавки с данжен? Пять их. После стрима, а то я, может быть, даже... Я отправлю Зиг в умирать. Я там у тебя пока ещё живой? А, я не помню, ты у меня есть вообще там? Ну, ты меня делал, по крайней мере, ребят. Есть, да, ты живой. У меня никто не умер. Я в прошлый раз вообще хорошо сыграл, там никто не умер. Там вообще бешеный Зиг. Ты болеешь бешенством. И я эту болезнь, думаю, даже не лечить. Потому что она... Так я же присутствовал, я всё знаю. Я просто думал, что ты, может быть, ещё раз стримил. Нет, нет, нет. Я с тобой разу не стримил. Это я ещё всё застал. Хотя, возможно, можно повстримить даже и... Не Ведьмака, господи, Ведьмака я так играю. Этого с Карим. Вот это точно не моё. Сборку бы обновлю. А чё я её обновлюсь, с Карим? А, или ты в ломтике, что ли, сборку? Ну, так это я стримить-то не буду, я так обновлю. Ну, а чё, кстати, постримил бы. Народ такой я любит. Сколько мороки со свиньями. Ну, ребятки, это Майнкрафт. Поверьте, в реальной жизни со свиньями, наверное, мороки больше. Ей. Особенно, если это не животные, а люди. Зик-зик. Да. Это спорка пишет, вон тут это, какой-то детектив прикачивал главные роли, насколько надо быть в Зюзе, чтобы такое придумывать. Ну, это всё по сравнению с другими некоторыми японскими играми. И по сравнению с Томбрайдером это нормально, кстати. Ну, всё, теперь всё будет с Томбрайдером сравниваться. Нет, просто, как бы, я могу ещё понять. Там, в принципе, стилистика покемонов там осталась. И действие происходит в этом мире, в покемонском. Поэтому, я думаю, что вполне. Да, чтоб тебя, где опции-то? Ребятки, я включаю координаты, потому что мне иначе очень некомфортно копать. Но, я уже говорил, кто будет жить рядом со мной, на сервер больше не попадёт. Магия двойки. Восемь лет этот провод лежал, никого не трогал. Потом пришло вот это вот мурлыкающее проснувшееся. И съела. Мурмяу. Мурмяу, да. Где дурацкое железо? Опять я сейчас буду весь стрим искать железо. Я в прошлый раз почти не нашёл. Там один блок нашёл. А, не, ну, слушай, я нашёл прилично. Я тебе даже сделал Toolstation и молот. Правда, я всё это оставил на старой базе. А, ну это вайп-то не было, я так понимаю? Нет. Я просто переехал. У нас, кстати, это с Люком вышла сегодня серия по ломпоську. Вот прям недавно буквально. И там мы вот наконец-то доделали взрывную систему. Ага, доделали-таки. Да. Там, на самом деле, вам, по-моему, кто-то писал. Надо бы подумать, вам для антуража, что будет неплохо какую-нибудь там красную лампочку мигающую, что, а, осторожно, сейчас будет там взрыв. Ну, там мы сделали, там даже предохранители есть у этой системы, потому что мы поняли одну вещь, что если ману-то будет течь, ну, как бы бесконечно, и рано или поздно она всё заполнит, и там, в общем, придумали ману-то систему. Ну, нам пришлось сегодня немножко переделать изначальный концепт. Там ман-детектор-таки понадобился, вот. Ага. И понадобился даже, этот, из, как его, прожектора кое-что. Ага, ну окей. Вот там теперь есть два таймера, и там теперь есть, как он это называется, рычажок, который, по-моему, сигнал срабатывает, и сигнал выдает постоянно. Надбыл, какая-то штука называется. Мистер Скретт говорит, сервер уже немножко надоел, я переезжаю к тебе. Окей. Так. Я хотел сделать бочоночек. Бочоночек. Единственная беда в загонной системе в том, что там ману-то, в принципе, не так много приходит с неё. Ребятки, рядом, это если я вас буду видеть, отходя от своей базы, хотя бы на четыре чанка. Так что старайтесь немножко подальше слиться. Мне вот, Дик, ещё интересно было тебя спросить. Дик, но есть ссылка на скачивание мультимс, она не действительно, Халк, мы хотим тракторы. Нету ссылки на мультимс, потому что есть ссылка просто на сборку. Она действительно 1.3 версия, зайдите на сайт, можете скачать оттуда. Что касается Халка, окей. Передал. Хотите тракторов, я вон сейчас сижу, медитирую на сено. Постоим лучше, Халк, а ты не хочешь трак-симулятор поставить, какая-то легче? У меня его нету, я бы постримил. Я в принципе, мне к этой евротрак-симулятору, у меня достаточно положительные отношения. В то время я был спиратом морским волком и играл в ней, мне очень нравилось она. Но это ведь как это, дальнобойщики только по-нормальному сделаны. Да, да, намного, ну я сказал, намного лучше, там антураж, так атмосфера. С удовольствием бы, как колесо. Просто было бы, был бы классный стоим под музыку, не знаю, там, Трофима или что-нибудь такое, то, что обычно слушают. Нет, спасибо, я только не слушаю. Я так шучу, просто это типа, что вам Трофим сделал. Трофима нормально, все хорошо. Я именно остальную музыку, которую слушаю. Ладно, сейчас я найду. Сык, привет, удачного стрима, всем сосисок, архам 95. Спасибо тебе тоже. Привет, Тигран. Привет, Тигран. Тигран, Тигран? Тигран, Тигран. Тигран, Тигран. Да, я опять забыл тебе это записать, извини. Которые два, что ли? И которые, я не помню, а какой там новый какой-то выходит даже. Там Американ Трак Симулятор выходит. А это не то? Это типа, не знаю, типа аналог что ли Евротрак Симулятора. Просто я вот тут на Твиче зарезал как-то фарминг-симулятор, нарялся на какого-то чувака. Он стримит и фарминг, и ЕТС как раз второй стримит. Вот, у него сейчас там тоже все, в северку типа будешь стримить, будешь у него стримить. А вот, да, кстати, есть Американ Трак Симулятор. Выходит он 3-го февраля, кстати, 2016-го. Слушай, как он офигенно выглядит. Какие-то обалденные города. Слушай, я прям даже бы играл в эту реалистичность. Да, слушай, это вот эти реалистичные городки, американские. Вообще классно выглядит. Прям даже, я бы сказал... А его, кстати, купить почему-то нельзя. Самое забавное. Видел, я еще не вышел. Мне заказать нельзя. Слушай, я бы в это поиграл бы. Так же, ё-ху-ху-ху, бутылка морковного сока, а второй месяц с вами еще и на УДЕ в поисках. Здравствуй. Привет. О, флот, я не в курсе вообще. Как офигенно это выглядит, слушай, прям вот. Особенно из кабины тягача. А что такое Гоха, что-то очень знакомое. Гоха, это игровой портал, да. А, все, вспомнил. Вспомнил. Пора выходить. Так, ну, подай, ксессийные требования хоть посмотрю. Потому что что-то мне кажется, что... А, рекомендуемые... Да нет, кстати, довольно скоромные требования. А вот таких симуляторов... Для рекомендованных, там, GTX 760. Ну, как бы да, совсем даже, я бы сказал, побольше. А для минимальных, там, вообще, 450 и GeForce. И Dual Core на 24 ГГц. А, я такой мрак, на всех этих, на всех таких симуляторах требования достаточно маленькие. Требования? Пашка, что с тобой? Требования? Таки, да. Так и, слушай, прям, я не знаю, у вас пошло. Вошло. Не, ну, просто, слушайте, выглядит это реально обалденно. Я просто смотрю, здесь города сделаны, они прям, вот... Ощущение такое, как вот, действительно, ты едешь к живому городу. Здесь вот, знаешь, GTA напоминает, только и не то, что нельзя, наверное, покататься по обочинам. Не, покататься ты можешь. Так, с вами нет. За штраф? А, ну, да, там штрафы же и вся фигня. Слушай, блин, а там ведь правила, американские дорожные, наверное, много будет знаний. Я только не знаю, как они, какие они и чем они отличаются. Ограничение по скорости в городе не более, по-моему, 30 миль. И поворот направо разрешен на красный, если никому не мешаешь. И так все? По-моему, да. А, кстати, Зик, у нас права американские действуют в нашей России, если нет? Точно так же, как их у нас, если международные, если там по-французски написано. Понятно. То есть работает. Да. Хотя мне здесь один человек говорил, что вроде как, вот у нас новые права, которые российские, там по-французски уже не написано, там написано по-русски и по-английски. Говорят то, что типа не работает. Я вот, если честно, такого не слышал, но вот теперь фиг знает. Что типа все-таки конвенция у нас французская и должно быть по-французски. Нет, я вот тоже... Я такого не слышал. Это тоже бы постоянно... Слушай, а в нее в мультиплеер нельзя играть, кстати? У тебя ясно вот. Пока нет. Ну, то, что нельзя. Ау. Да, красиво. Очень красиво. Лайгон говорит хнык, ни одна игра не выходит на мой ДР. Какой ДР? День рождения. А. Олег Стеймил второй трек-симулятор европейский, вот это, да? Угу. Ну, тоже ничего выгодно, кстати. И тоже, кстати, не требовательный, абсолютно. Ну, потому, мне кажется, Америка от европейского отличает только города. Квас, вот скажи мне, каким образом тебе пришло в голову задать этот вопрос мне? Каким макаром я могу знать, почему у тебя не получается купить вторую мафию в Стиме? А потому что ее сняли с продаж. Почему, кстати, сняли с продаж? Ну, как? Ну, сам говорить, ты же первый с точки зрения, который выгодно. Я? Нет, я не проговорил про вторую мафию. А, ты сам сказал, я просто думал, ты сам сказал, вот. Нет, это я с вами. У них лицензия на аудио, короче, кончилась. Они сняли ее с продажи везде, абсолютно. Даже у дистрибьюторов. Халка, какой у тебя этот никто в Симе-то? У меня вроде есть друзья. Профессор Халка. А, профессор. Окей, я просто ищу 89 там какой-то. Нет, наверное, все хорошо. Ну, короче, сейчас я тебе вышлю трак-симулятор, европейский. Ну, значит, буду сегодня стримить европейский трак-симулятор. Я покатаюсь на форах. Надо, кстати, посмотреть, есть ли дорожное радио в этом, в онлайне. Спецназа даже вот, пусть что. Ну да, что-нибудь такое, я уже говорю, надо дальнобойные включить. Песня крутая про дальнобойщиков есть. Не помню, кто-то. Посреди огней, вечерних и гудков машин. Нет, нет. Мне это нравится. Весокосный год, в общем-то, она. Ой, господи. Гду, гду. Это я дарю игру, мне тут всякое приходит. Всякое. Зик, опять коробка из каблы? Да, здесь даже чизла нет. Спасибо, мракер. Ты же знаешь, ты же здесь строил этот самый спаун. А чизла здесь нет, потому что я про него забыл. Пла-пла-пла. Я думаю, что я его поставлю, конечно, сюда, но мне уже будет тогда не до того. Хотя это, опять же, временное жужище. В любом случае, оно будет расширяться. У меня дикое желание прийти и перестроить. Давай, да ладно. Да ладно вам, что? Я всю жизнь живу в каблокоруме. Зига не перестроит. Господи. Дом Зига перестроит. Еще в системе Евротоксимулятора пишу, почему-то Халк трек-симулятор. Может быть, просто есть симулятор Халка. Халк, у тебя есть симулятор? Ну да. А нет, она тоже для одного игрока. Окей. Блин, контроллер не поддерживает? Это плохо. Как не поддерживает, а руль? Хотя бы. Не, ну, точнее, частично поддержка контроллера. А, что тут еще? А, вот зато он поддерживает VR. То есть, ребятки, не забываем помогать мне копить на Оголус. Во-первых, Евротроксимулятор поддерживает мультиплеер. А, тут что-то написано, что для одного игрока, и все. А, да. Но специально есть дополнение, это на лице онлайн. А что я очень много и делал. Ну, даже на тысячу кучу стримов по ETC второму именно, где конвойми едет. Господи, сколько дополнений от него вышло, это жесть какая-то вообще. Да. Это эти что, лицензированные автомобили, я так понимаю? Там не только вроде лицензированный автомобиль, там еще и... О, слушай, вот, я тебе сейчас подарю одно из этих дополнений, оно называется Russian Paint Jobs Pack. Мне вот интересно, только есть здесь еще Russian, эти, КамАЗы какие-нибудь. Потому что наверняка, ну, еще тут добавляется. А, да, кстати, слушай. Пашин? Нет, тут есть... Ребятки, поспите. Тут раскраска для этих, для автомобилей, а вот насчет марок. А, это раскраски, дополняющие, ну, куча дополнений. Раскраски за деньги? Да, там, да, там, я вот хочу найти, есть ли тут что-то с КамАЗами, потому что я тебе его тоже подаю, потому что мне интересно. Френч, Джерман, это пейенты. Так, Гоэн Ист. Это что такое? Инэкспеншн, свой генерал, так, симулятор. Так, Чешская, Сибирь, Словакия, Венгрия. Аликс, супер, спасибо за сабскрайб, добро пожаловать на борт. Дей! Что? Что? Что делай? О, тут есть Скандинавия, то есть добавляется, ну, тут много всего, во-первых, территории, да. Ну, то есть дополнение именно там. То есть одно, это Ист, это там Чехия, Польша, а еще еще там, ну, то есть такое, вот. И вот теперь Скандинавия тут еще, там, все еще тут есть. Ну, этот, Каня, тут лицензия, ну, с Каня, ну, и, Траксон Трейдерс, тут что у нас. И вот, интересно, просто есть ли там отечественные автомобили, а тут был бы вообще классный, если будет. Сейчас посмотрю, поставлю, посмотрю, может там есть и наш автомобиль, да. Вот, да, я просто, в паках я не вижу, ну, раскраска, я, вот эту раскраску стоит, наверное, там такая, классная раскрасочка, она стоит, там, рублей 50, что ли, там, и сам. Ну, да, ну, все равно жесть, вот такую политику я не очень одобряю. Да нет, за 39 рублей раскраски, это нормально, это же контент, он ни на что не влияет особо. И к таким игровам всегда был плавный, то есть здесь нормально. Там вопрос, как будет примить ETC 2? Сегодня, ну, не знаю, все время пока. Да, тут вот, пожалуйста, в Чехию, куда тут еще можно съездить, да. Это вот это и, ну, East. А, тут только Польша, Чехия, Фалакия и Венгрия. О, то есть, в какой-то страны, это есть на восток. Господи, какие сейчас страшные были глюки, точнее, глюки с освещением, там просто дерево теряло свои листочки, прямо такая, это, светомузыка была на пеньке. Ужас, я аж испугался. У меня теперь она в башке тоже играет, мрак, спасибо тебе большое. Ну, песня-то хорошая, кстати. Хорошая. Я ее даже ставил себе на прерол, когда мы стримили и open-tdd. А, Бэккенвью СССР МКЛИФ, спасибо, сейчас посмотрим книжи моды, есть точно же. Это же самое, как фарминг-симулятор. Да, 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 да. А, это не о тех же этих людей, кстати. Нет, это CJS, а эти обиджиант. А как тут посмотреть-то воркшоп-то? А не так, пишешь в гугле евро-такт-симулятор мод. А, тут воркшоп-симуляторе нет, что ли? Воркшоп-то нету. Ага. Ну, тогда Бэккенвью СССР, это твой мод будет. Здравствуйте, я Бэккенвью СССР, и я сегодня ваш мод. Серьезно, дорожное радио, ставишь какой-нибудь мод на КамАЗ, и там, не знаю, обязательно, я не знаю, там вид из кабины должен быть, знаешь, такой, там на стекле должны висеть вымпелы и диски лазерные, вот эти вот, знаешь, то есть это все должно быть соблюдено. И будет вообще огонь. Ребятки, я не понимаю, какой я перепутал рецепт, что слева ставить, здесь нет Чизля. Здесь есть Чизл Сэндбитс, о котором тоже, конечно, можно чуть-чуть покреативить, но после того, как Вова посмотрел в код и узнал то, что все-таки это тайлы... А автор упорно убеждает нас в том, что это не тайлы. Автор бьет. Автор бьет. Даже можно карту Бразилии поставить. Круто, очень нужная вещь. Может, Россия есть тогда, чтобы уж наверняка соблюсти атмосферу, Халк. Сейчас посмотрим. Что-нибудь там, не знаю, съездишь там, может быть, в Нижний доедешь к нам. Блин, я же для чего-то себе... Сберешь у меня гарнитуру. Ты ее так не отправил, кстати? Отправляю завтра. Завтра приезжаю, должен приехать. То есть, дойти до тебя, Халк, она должна быть уже на нем все дни следующей недели. Ну, если это ЕМС, они же быстро доставляют в России. Три-пять дней. Ребятки, это не новая функция Toolstation. Это бага. Похоже, что господин Бонни все-таки у него один... Как бы это объяснить? Один экземпляр чего-то, ну, может быть, это Тайл Энтити, может быть, что-то еще, привязан ко всем Toolstation в мире. Теперь можно через нее передавать предметы. Потому что кладет ее один человек в слотик, и во всех остальных я так понимаю, что этот предмет появляется. Это... я знаю, что это. Это у него один экземпляр объекта-контейнер, но как он это сделал, я не понимаю. Ну, то есть понимаю, но это же жесть. Же-жесть. Жесть. А, я вспомнил, что я хотел сделать. Я себе хотел сделать маленький загончик для курочек. Железо мне опять не удалось найти, так что будем делать курочек. Эээ. Не, давайте лучше, знаете, как сделаем. Пойдем просто из Тайма Зига не ко мне, а к Халку. Будем смотреть, как он катается. Я не факт, что после Тайма Зига запущусь. Ну, просто скоро уйти нам будет. Окей. Я поставил еще нибудь, я после тебя, после меня пойдем к Халку. Да, я пойдем. Фишка в том, есть русская карта, которая добавляет в игру Россию, Белоруссию и Украину. Во, вообще прям можно будет до Киева доехать. До Минска. Ну еще. Да, только чтобы поставить эту карту, необходимо дополнение Going East и DLC Скандинавия. Ну и сейчас сделаем, господи. Они вроде не очень дорогие. Кексик, так это собственно логично, что это будет тюпать, потому что так в принципе быть не должно. Так, Going East. Есть еще Viking Legends, это что такое? Feel like a Viking good. Это что еще за такое, за дополнение? А, это раскраски под викингов. Ну слушай, раскраски есть, конечно, прям вообще. Так, я Going East. Викингс! Что ты говоришь еще раз? Ну, эти, как их... Going East я себе прикуплю. Ага, ну тогда Скандинавия с меня, да? Сейчас мы найдем такой их. А, вот Скандинавия. А, она сколько, 700 рублей стоит? Ну нормально, в принципе. Хренашенькие у вас там ценники. Ну они, блин, дополнение. Ну ты извини, там целые, ты посмотри, чего добавляет. Я там скамью скриншоты, это реально жесть там. Есть где поездить, на самом деле. Зик, я тебе скажу. Я даже сам думаю теперь это купить все. Мы вместе можем погонять. Ну так там я не знаю насчет мультиплеера, как оно работает. Там как поставить, там можно как-то делать. Зик, я тебе не рассказывал про сервер фарминг симулятора 2015 года? Нет. А, чтобы поставить dedicated server, нужно либо отдельный компьютер с лицом взять стима, либо покупать даже, либо покупать версию с сайта, которая стоит 30 евро. Они как там, с головой-то дружат? Никак. Халк, слушай, а сколько стоит это, Гоен Ист или как оно там называется? 300. Просто знаешь, получается выгоднее купить будет потом Deluxe Bundle. Стоит всего 1549 и суммарно выходит, что в нем есть все. Да, только ты мне уже подарила, я уже плед поставил. А, то есть ты купил уже этот что ли? Нет, нет, я говорю про Deluxe Bundle. Deluxe Bundle. А, Deluxe Bundle. Это тоже надо поставить поставить. Конечно, я и круто не играл, но это забавно, но и такая куза, 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 куза. Нет, тогда нафиг. У меня вон троин-симулятор есть, которым я дико доволен. Кстати, карта-то скинь из лучиков Халк на модик, я просто посмотрю, насколько оно красиво выглядит. Ну, которая карта с России, там, вот эта, с Украиной, с Белоруссией. Можно в личку? Не надо шуток про тракториста. А что, уже есть шуточки за 300? Ну, так Халк сказал 300. Блин, Горелый, ни одна хрень не вылупилась, а? У меня курятник без курей. Нормально, чё? И каблокоробка вместо дома. Я самый счастливый игрок в Майнкрафт. Мне жалко. Ой, Зик, ты мне, оказывается, прислазна по поводу Лену Хлофта. Я уже разобрался там со всем этим. Я тебя, причём, так слегка, по-моему, там на графа манил. А я, нет, я про это всё как раз и пошёл читать. Потому что я забрался, как это работает. То есть, Вова, доступ там есть теперь, да? Да, я ж на тебя списывался. Да, я считаю, только сейчас прочитал. Сейчас, профессор Халк. Так. А, я ж хотел кроватку передвижить точно. Я ездил с симулятором автобуса. Улыбака. Ну, хорошо. Ну, если что, это как бы, если не получится этот мод поставить на Россию, съездишь в Скандинавию. Там передов уже очень красивый. Я тут... Или в Чехию, кстати, там тоже прикольно. Ну, я посмотрел, как там выглядит всё. Мистер Тайм Гоу Юэй, ты мне скинул в личку ссылку на неофициальную версию Ботания? Это что такое? Зачем мне ссылка на неофициальную версию, если мне Вова скинул ссылку на официальную версию, как я понимаю? Блин, нет. У вас ски нету официальной версии. Там его... А-а-а. Ну, форкнули 1.8. А-а-а. Так вот оно чё так. Вот почему я найти не мог. Да. В общем, Халк ушло. Да, я уже... Спасибо, я уже ставлю. Сейчас буду проверять всё. А, так ты мне ссылочку скинул? А, скинул в Скайп. А, скинул в Скайп. Хоть бы посмотрел. Блин, я опять не инвертировал поедине Шифтарк. Слушай, вообще прям, мне прям офигительно нравится это дело. Криншотики здесь, по крайней мере, прям такие. Господи, Экспо-Сити есть. Ха-ха-ха. Нет, это Евросити. Это супермаркет какой-то, что ли. Точно. Ха-ха-ха. О, Зилки катаются. Смотри там. Зик, поставь железную плиту на гриндер, оно быстрее будет работать. The 7777. Окей, только у меня сейчас железа нет. Ха-ха. Совсем причём нет железа. Совсем грусть. А вот как там, интересно, между государствами перемещается, перемещаться? Там просто катаешься между ними? Или, там, как-то, типа, на карте, там, крипте? Может, гарантируется. Ха-ха-ха, а на той карте есть Иркутск? Если есть, есть Тифанинский. А, вот не знаю. Надо поподробнее прочитать про этот. Вот. Тут, что вообще есть-то. Ну, тут написано, что добавляется Россия, Украина и Белоруссия. Имеют свои собственные архитектуры, переработную инфраструктуру, новые торговые базы и лесхозы. Оригинальные автомастерские, заправочные станции, площадки для отдыха, дорожная сеть, построенная по отечественным правилам. Дороги, интересно, такие же убитые, как у нас или там нормальные? Ха-ха-ха. У нас, вот, с подниженными, если ехать к вам в Москву, там, если ехать через ковров, дорога такая, что там лучше по ней вообще не есть. Я знаю. Я посмотрел, когда у меня была идея к тебе на машине доехать. Просто, если что, там не есть. Лучше объехать через этот... Как он, Господи, называется-то? Ну, либо через сам прям ковров, вот, через город, либо через Кострому можно проехать. Ох. Значит, подальше получится. Поставь золотую плиту, будет ещё быстрее, Струмклип говорит. Ммм. О, есть города! Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Ульяновск, Набельные Щелны, Уфа, Октябрьский, Арзамас. Слушай, в Нижний ты должен прямо вот обязательно ехать. Это где ты нашёл это? Это я вот читаю. Восточный экспресс 8.2 имеет ряд нововведений, которых не было в предыдущих версиях. А тут как раз последняя версия этого мода. Здесь Нижний Новгород. Если что, Арзамас, это в Нижегородской области город. Тоже интересно. В общем, поскольку я тебе подарил игру, есть первым делом в Нижний Новгород обязательно. Я хочу его увидеть там. Вот. Октябрьский, Арзамас, Саранск. Их добавлена автострада R15, R158. А что тут ещё? Вообще, как вы в описании посмотрите? Какие там есть города вообще? Андрей1083600. Во-первых, это никому кроме тебя не мешает. Во-вторых, что ты вообще можешь от меня просить? Ты, если даже не сабскрайбер. Это функция, которая доступна только сабскрайберам. Поэтому тебе это вообще не как полновательное что-то. А чтобы скачать MultiMC, ребятки, наберите в гугле скачать MultiMC. Учить людей как гуглить? Да, потому что я думаю, что человек там, собственно, спрашивает. Оказывается, он имеет в виду, что под моим самым первым видео на YouTube есть ссылка на MultiMC, которая не работает. Что? Вы такие смешные ребята. А, Халк, еще тогда, Паш, поставь тогда еще этот... Отечественные грузовики. Там вон МАЗ, КАМАЗ, прочее. И свои моды-то есть. МАЗ, КАМАЗ. Ну, в КАМАЗа разные есть. Есть... А, ну тут все вот их немного, в принципе. Бобы нельзя жрать. Хочу жрать бобы. Ну, не могу жрать бобы. Картошечка, картошечка, три штуки. Печаль. Там кабина, блин, КАМАЗовская. Жесть какая, слушайте. А какая кабина должна быть у КАМАЗа? Нет, просто мы там ее сделали. В моде, имею в виду, проработали. В общем, Халк, давай соблюдай полностью атмосферу. Да, хорошо, все-то. Даже сейчас самому что-то себе купить, поиграться. Что-то прямо я смотрю это. Хе-хе. Хе-хе. И, ребятки, у нас нету мода на... Которая исправляет конфликт рецептов. Он есть, к сожалению, только под Майнкрафт 1.8.1. И вот проблема, я не могу себе сделать золотую плиту нажимную. Ну, и скайсики можно взять, в принципе. Джон Сиес, да-да-да. Зазик, в интернете куча мертвых ссылок, почуни, а? Хе-хе. Именно так. Эх, блин, я сейчас все-таки сдохну с голодом. У меня теперь уже и яблок нету. И самое печальное то, что здесь нет обычных нормальных деревьев. Есть только эти дурацкие елки. Хороший биом себе зиг нашел. Отличный. Яблоков нету на елках. Печаль. Господи, Бразилия, Египет, а... Византия? Да-да-да. Это просто смотри, все-таки есть. Еда. Грибок. О, еще грибок. Я могу себе сделать грибной суп, кажется, да? Да. Что там нужно? Три гриба и что-то еще, да? Машин Стю. Два гриба и тарелочка, да. Да, тарелочка. Ох, тоемся грибного супика. Ну, хоть что-то. Ох, вам грибы смотреть. Возможно, возможно. У меня не хватает одной деревяшки. Почему слэбы нельзя объединять назад деревяшки? Зато у меня рядом растет грейтвуд. Паша, а что ты мне сказал? Там есть фикс, который позволяет вас... Я уже заметил позже. Чуть-чуть, еще чуть-чуть продержаться. Ну, еще в Скандинавии тоже можно съездить. Она красивая. Если ты купишь, то было бы классно вместе. Я найду даже, где сервера здесь. Так нет, а как, блин, понимаешь... Там ставится какой-то... Твою ж мать. ...модик там на пять метров, и все, можно ему подключаться. Рыбок, оказывается, нужен один такой, один такой. Я думал, что ему пофигу. Что-то здесь с освещением какие-то проблемы. Причем нереальные проблемы с освещением, так что у меня аж лагает все. Бобы. Я тут умру. Я тут умер. Я на спауне. Арк! Ах! Да ладно вам, у меня есть опка. У тебя есть опка. У меня есть опка. Так Ну окей, но чё пожрать-то? Я всё не нашёл Это что за цветочки? Steam Engines Mod, да, Ice Flower, я же забыл То, что здесь есть такой замечательный мод на паровые двигатели Самые лучшие паровые двигатели в Майнкрафте Офигительно проработанные, ни разу такого не было А чё? Нормально Лучше паровые двигатели для тех, их, тьфу, которых нет, короче Всё окей, ничего не сломается, ничего не сорвётся Рядом с Порчей безопасно жить, а это не Порча Это, ребятки, из Абисл Крафтобиом Это не Тейнт Я, правда, не знаю, насколько она опасна или безопасна Ну, она, насколько я видел, только нам пока что слепоту даёт и, собственно, всё С этим можно жить По поводу мультиплеер в ЕСТ Наберите в гугле ЕТСМП и будет вам счастье Аркам 95 вам говорит Так Ещё немножко дерева Надо бы крышу себе сделать Хотя это странно, на самом деле, немножко цвелся дождя, нет? 16 Наверное, этого будет маловато Так, как бы мне сделать... Наверное, вот так сделаем Или вот так лучше сделать Или вот так сделаем вот так Это будет серединка Что ты там ржёшь? Я просто смотрю, чё... Я просто посмотрел этот мод, который вот... Сим Энжин-то Ага Или как он там... Блин Ништяк ведь, да? Анюта, я крышу делаю Поздравляю А я её из этих самых делаю Из лесенок Молодец Хотя бы не из каблы Вот, представляешь? Из лесенок, причём из деревянных Ну, тебе дерево копать Ты меня... Ты мне-то что это говоришь? Чего добиваешься? Ну то, что не из каблы Ну да Я довольна Ура Молодец Почему на дубах растут яблоки, а на ёлках нет? Волчик Да, действительно резонный вопрос Но, к сожалению, нет Не растут Кстати, при применении ключей Секьюити мод Краш Кстати, вот Секьюити мод Почему-то, по-моему, с тех пор Ещё не обновился ни разу На крайняк я его просто удалю Угу Что, я думаю, будет совершенно логичным решением Конечно-то да Зато птички тут поют прекрасно Из-за better foliage Не, better foliage мне вот очень понравился Насчёт деревьев Как он сделал Единственное Как это будет работать Насколько оптимизировано Да, вот Так в целом очень красиво Да, по идее Это как бы Только на клиента может как-то влиять Ну да Если что-то из них строить Из этих круглых бревен То очень отстойно Так нет, они, наверное, пристроились Они соединяются Они очень криво соединяются Они соединяются, когда ставишь вот бревно Как объяснить-то Я же на первом стриме строил Так ты вертикально Подожди Да, вертикально, когда бревно ставишь Тогда оно нормально стыкуется Когда горизонтально То ли у меня криво, то ли в принципе криво Некрасиво Ну вот я сейчас построил хрень Собственно, сейчас её демонстрирую на стриме Сейчас посмотрим Да, у Зиг вот Хорошо это всё выглядит Ну, деревяшечка, срубайся Слушай, классно действительно А ты, Зиг, бы вертикально поставил Ой, горизонтально Короче, как у тебя верхняя балка Дерево, попробуй поставить У меня криво выглядел Вот так, что ли? На пол прямо Ну просто время вертикально их выставить, что ли Ты имеешь в виду? Я туплю Как объяснить, господи, по-русски Соедини, короче Я сейчас шестаков попробую сделай Я так это понял Ня Ну два блока вертикально поставь рядом Да-да, я понял У меня дерево закончилось Криво, короче, она отображает Да вроде нормально А, слушай, у тебя реально нормально смотришь Значит, у меня боковая У тебя, небось, какой-нибудь Аптифайн стоит? Нет Нет Да нет, вертикально тоже нормально смоется Ну, значит, что-то у меня криво реально Кстати, Бета Рейн больше не существует Теперь этот мод называется Блин, забыл название Ну, короче, он теперь добавляет не только эффекты дождя, но еще всякое разное А, например? Понятия не имею, я не читал Я увидел надпись, что этот мод теперь добавляет не только дождь, но и всякое разное и закрыл Так, ребятки, мы с вами будем минутах через 10 завершать Поэтому, в принципе, если у кого-то остались какие-то вопросы, самое время начать их задавать Так, а я тогда пойду, не знаю, постримить, что ли, Darkest Dungeon Постримим А я тогда пойду сейчас Но я не буду уходить, я прям сейчас тогда подготовлюсь к этому стриму Только вот найду, где у меня чего Приролл, пострим Да, надо бы Ну, я не буду, наверное, стримить долго Фаня, скорее, да, не надо надо мной селиться Потому что, во-первых, Халк, я хочу посмотреть на сколько Паш, ты во сколько, если что, начнешь-то там, не в курсе? Не в курсе, но мне раньше, наверное, 10 О, не, я до такого времени не буду Не, ну я просто столько не простримлю Нет, да Три часа, что-то там, стоим, получается Ну да Не, на самом деле, я бы, наверное, постримый немножко дольше Но, если честно, у меня была совершенно безумная неделя У меня еще теперь с этим интернетом, и я банально хочу жрать Поэтому, извините, я вынужден закончить пораньше Вообще, кстати, поесть бы было неплохо тоже Поэтому, может быть, наверное, с перерывом И давайте, знаете, как сделаем Я начну, пожалуй, в 7, а не в 6 Вот так Это будет, наверное, правильно Просто Зиг, Зиг, в сборке появится Carpenter's Block Я не помню его наличие на 1.8 Если как только он выйдет, да, конечно, появится Кстати, Зиг, приходи на торпезам Я с радостью, наверное Заходи Вот Думаю, нет А мне нравится, слушай, я вот смотрю сейчас на Динамик Сераунинс, как он теперь называется Вот, 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 вот так точно А еще там есть, вов Блин, круто Штормы в пустынях, авроры в ледяных биомах Здорово Ну, биомные всякие эффектики Потому что Северное Сияние, это круто, на самом деле То есть, вот, если она там, упыкаюшка сделана По скриншотам было симпатично Нет, тут, если верить описанию моды, он очень крутой Я даже посмотрю на него, пожалуй Ну, да Можем, кстати, обзорчик сделать, если там еще пузырить Ну, показать эффекты, кажется Ну, вот, я не знаю, как такие моды обыстревать, если честно Я видел, как это такие Так же, как Матмос, наверное, называется Ну, просто показываются эффекты все, какие есть Типа, рассказывается, как, ну, там, что, как, где они происходят То есть, ничего особенного нет А, кстати, я забыл же вам сказать У меня автор Катемика написал О-о-о Он написал, что типа, блин, классно, спасибо за обзор Там все фигни Я его спросил, будет ли апдейт, он говорит, да, но только в феврале, а не раньше Там, ну, какие траву написал он, типа, у него Ей, ну, раз им прям так активно написал Я сделаю с ним интеграцию Все Подожди, он еще там с обновлением, он пока просто не знает, как он, типа, там, у него, типа, мега занят Я надеюсь, останется как было Дарвин 10.12 Зика, мне кажется, или недавно форт обновился, и он теперь не бета Ну, у них есть теперь стабильный релиз, правда, прототик мне скинул ссылочку на совершенно один замечательный баг на гитхабе, на форжевском Который был исправлен в версии только 17.26 Ну, да, это не релиз А что там за баг? Глянь, я тебе как бы словами не объясню Там вместо И у человека, не знаю, кто писал, Лекс Манас, не Лекс Манас, этот модуль При, по-моему, то ли забирание предмета из инвентаря, то ли прочтение предметов из инвентаря Условие вместо И, ой, вместо И стоит И. Найс Я помню, как у них был баг, что не росли и саженцы ели Да, 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 да Как это можно было сделать, я вообще не понимаю Зик для Роу Сквит и закрикал, что нет рецепта магического превращения его в Куки Сквит путем печки Я тебе больше скажу, здесь пока нет вообще никаких рецептов, которые используют ванилопечку для еды Здесь же теперь стоит этот вот новый неизвестный никому мод, надо как-то с ним учиться играть Я бы на самом деле даже попробовал это сделать сейчас, но у меня нет уже реза Так что сорьки Сорьки, сорька пересмешница Да Блин, у меня всегда было дохренища каблы Куда она вся, блин, делась? Ели Съели каблу Зик все съел О, а ты Дэнэшн Гол мне не обновишь, кстати, до своего? Просто интересно Ой, сейчас А, так он уже так быстро, окей Надо же протестировать табличку-то, как она так работает Да, 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 да Обязательно Дурацкие лестницы все время кончаются, арк Сам виноват К чему сам виноват Сам виноват Да, точно Нет Нет, ты виноват Вова Попал под горячую руку Зик, можешь после стрима помочь с сейфом и секьюрити ключиками открывается специальным инструментом тоже Могу только снести Господи, да сколько же мне нужно этих дурацких лесенок Все, лесенки Будьте хорошими Надо бы еще, конечно, по-хорошему по одному блоку спереди и сзади их достроить, но мне уже, если честно, лениво Зик так сказал, как будто похоронил бедные лесенки 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 Держи мрак тебе новую версию Да ко мне ты ее куда? Ну, а, имею в виду, что я все сделал А, окей Отлично, спасибо А, окей Утро наступило Да я думаю, что мне надо сейчас закончить крышу и все, и хватит Надо все-таки попробовать обновить Основной цвелс А что, там проблемы какие-то есть Да, называется Я ленивый А, ну это как у меня тогда проблема Да, большая проблема на самом деле Кто не знает Зиг, поставь базис Да и в базис просто В базис? Хочешь в базис дам? Господи Ну и в базис я могу сказать Это штука, которая определяет Этот меридиан А, это вообще Что? Для карты что ли поставить, имеется в виду Или я там И замолчал, обрати внимание Я просто В этом фарминг тракт-симуляторе Меня тракт-симуляторы Этим евро у меня Оглушают А, так ты уже зашел Занят он Будет занят Так я на траву и ухожу Уходит он сейчас Уходит Обида вообще Зиг, копни Этого Песочку Сделай окошко Обязательно Только надо для этого действительно Его где-то копнуть А, возле водички там, по-моему, был, нет? Сейчас пойдем посмотрим Ну, хоть не Почти не коробка Хоть крыша не квадратная Ну да Ну, ее по-хорошему нужно Конечно, еще на один блок Вывенную вперед Но мне реально сейчас Тем уже лень заниматься Да и так Ее плохо выглядит А еще мне нравится Зиг поиграет в Тузэмун, плиз Что-что? Тузэмун? А, не плохая игра, кстати Я бы у меня даже посмотрел Как ты в нее сыграешь Я даже не знаю, что это, ребятки А мне интересно Где Зиг будет в нее играть? Ну, если где? На твиче или ютубе? Ну, да и такой, наверное, на твиче лучше играть Хотя Ну, это же Ну, там это ведь сюжетно играет По сути, она, да? Да, крючка Вот, поэтому Ну, хотя Прикольная игрушка Кстати, а давайте-ка, может быть мы Нет, лучше я, наверное, я просто думал Может Magic Circle мне постримить сейчас Пострим, я даже не знаю, что это такое Это типа Big Linux Guide, а только Magic Circle Ну, давай, чего, да Я согласен, интереснее, наверное, будет Даже не то, что интереснее, а разнообразнее Ну, можно, да, попробовать Зиг, поставь Swomic Basis Поставлю я Swomic Basis Ну, вместе с Essential Ага Если уж крашить Эшшелом Эшшелом Это неправильно, Боб, говоришь, этот мод Ребятки, это не Taint Я вот, да, вот пойду сейчас копать песочек И вот заодно дойду все-таки до этого биома И вам покажу, что это такое Смотрите Обисел Крафт Так, Лэн, Скрес Не Taint Не бояться Обусель Обусель Крафт Обусель Крафт Зиг, поставь Чизель Вот Чизельку я бы поставил, да Оно есть, да, на 1.8 уже? Есть какая-то, причем она тоже как-то странно называется Чизл, Реборн, что ли, как-то так Да, на каком духе, но она стабильная Там почти все текстуры присутствуют Проценту по 80 работает У меня на самом деле она даже была скачана Как-то получилось, что она не вошла в сборку, если честно, я не знаю Обусель Крафт И от Чизельн Бит, кому-то понравился Ну да, тоже есть такой Но как бы немножко для другого все-таки Они друг друга скорее дополняют Если они работают еще вместе А почему не работают? А не знаю, мало ли что там придумали Ну это тоже блоки весь или как там? Ну в общем, да А для чего они тогда? Ну ладно, это в принципе Там это зависит от того, как автор модели сделал Точной он же с Сонами прописывал Или у него какая-то система Хотя ты от системы зависишь Ой, пойду тестировать Мне аж интересно стало Так, Анют, ну вот песочка я, к сожалению А, нет, вижу Но здесь его буквально чуть-чуть Ну хоть чуть-чуть Зиг, поставь Зига Мод на Зига, да А такой есть? Нет Я бы написал Я более чем уверен, что есть Вов, в тебя есть возможность сделать Особый мод, который понравится всем Зига? Да Да что вот он будет делать? Добавлять злого Зига, который иногда будет приходить Как мог Он будет кричать Арк Да, я Арк Зиг, ты его озвучишь еще, кстати Легко Арк, я умею говорить Так, ну что, значит стоим им, этот Не Даркен Данжен Да Давай, Зига Мэджик Сорку Зиг, господи Что? Нет, я могу еще Постоимить Я просто удовольствую Поиграл бы еще в аксиум верш, но ее уже видели В принципе И просто все Попроходить хочу Но Мэджик Сорку Это типа Гэгинерс Гайда Там просто она такая медитативная Надо за ней смотреть больше Вот Вову я туда опять же позвал Потому что он как бы Хотя в какой-то Имеет отношение Там просто как Если мы в Гэгинерс Гайде Говорим о Ну, о той ситуации Когда Проект не закончен Там идет спор То есть Мэджик Сорку Там больше геймплей Во-первых Там есть головоломки Такое а-ля портал Знаете Такого простого Только плана И там всю игру идет Спор между Двумя Как бы геймдизайнерами Один говорит Что сюжет Это круто А друг говорит Что геймплей Это круто И вот там Как бы на этом строится Акцент То есть они спорят Друг с другом И за И вот Ты как тестер Видишь Этим этот Спора В итоге То что происходит в игре Стрим по тракторам У меня не будет Ребятки У Халка Не знаю А что с трактора Это что ли Фарминг симулятор У тебя голосовалочка есть Кстати Есть Что Запери что-нибудь Дак из данжена Или magic circle Просто Счастье В смысле Что-то про трактора Говорил Что тебя спрашивали Да 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 О Ей А А представьте тебе Чизелин Битс Работает с моей Системой моделей Я в шоке Окей Автор видимо Действительно прислушался К моим словам И починил Ладно Зря я с ним ругался Или не зря Как же Тоже поделись Так погоди Чизелин Битс Это автор Этот самый алгоритм Да Ты с ним ругался уже Да У него же мод С моим домиком Крашился Из-за его Косяка А Да А он не хотел Это править Потому что Он не хотел верить Что это его косяк Да Да Точно Мне пришлось долго И нужно убеждать его Что это его косяк Есть Окей Оно даже работает Ну круто В ВК написали Постоим Magic Crickle Это ужасик должен быть Наверное Ладно еще Киркл Я бы еще мог это понять Крикл Ладно Крикл Блин Как вот я так расположил свой домик Что я А вон он Что я все время его теряю Три дня Вот То как не надо писать Нам Зигму Остальным тоже И у меня вот Три дня уже человек В ВК пишет Привет Просто вот привет Я ничего на это не отвечаю Смотрю что он еще напишет Пока не забанил И человек это смотрит Ты пишешь Что ты хочешь А то просто как-то уже непонятно Становится Страшно Просто человеку Очень нравится слово привет Так где тут моя Вот она Так Ребятки Давайте с вами поступим Следующим образом Пока идет голосование Я пойду перекурякую Закончится Точнее Закончится мой перекур Я закрою голосование И узнаем что будет Стремить мрак Не скучайте Скоро вернусь Господи Чатик И зига Тут Игровол Чате Я не люблю ругаться Не надо мне Это вообще был Первый автор мода С которым я прям ругался Аскал Сиевич Ну ты прям вообще А что А вон Сирсли Вот точно Сирсли Хорош Ну пока Маджик Крикл Лидирует Смотрю Ну Крикл Крикли Чье за сборка Это Цвэлс 2 Слушай А это Цвэлс Ты не Это как бы Понимаешь Да Это Цвэлс 2 Понимаешь Цвэлс 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 Точно Цвэлс Это не я придумал Кстати про цвэлс Это Зю придумала Цвэлс Так что все нормально А ты еще и подтвердила Цвэлс Зи кто же так говорит Про свою сборку Чего Цвэлс же Ой все Цвэлс 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 Профессор Да Продолжал Цвэлс 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 Цвэллс 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 не постримлю когда мужицкий стрим может завтра люк сегодня он не хочет сегодня стоимость он там отыгрывает насколько я знаю миджик киркл побеждает еще уже закончился крикл да нет еще язык же сам стопа крикал в любом случае победил крикал победил крикал крикал от слова крик видимо не смысл крик как я кричу а смысле крик как крик вот сам по-английски крик блин пишу менеджик крикал все уже так и оставь что нормально по просьбе одного моего самого преданного фаната я вот решил что так правильно тигранчик по тоже соскучились тигранчик а счет не в треске у него нет возможности понятно ладно окей тогда ребятки я достраиваю лестницу до пола и мы завершаемся ты серьезно тебя пола далеко нет нет это быстро к тому же мрак там счет готовится это пример я я я щас не я в этом 19 0 19 хотя давайте я тоже поесть хочу блин всем пришли к мраку проблем не до европейцы идет промо в камеру ничего там есть один стример люка его слот ну как бы один из нормальных стримеров он как бы ну тоже и стримит игра еще у него есть такая подкастовая рубрика он там заказывает себе всякую еду в прямом эфире пробовать если говорить ну кого это вообще то есть типа насколько классно еда не я понимаю это у тебя как часть твоей работы да часть твоей то стриминговой деятельности когда ты просто сидишь и в наглую жрешь и это раздражает ой ребятки я тут на самом деле такое увидел в вече я в очередной раз отмокал что-то никто из вас не стримил я начал смотреть все остальное смотрю на популярные игрушки на этом самом на твиче за гол уберусь ничего интересного нету зато нашел очень прикольных поляков которые а нет не поляков вру болгар которые стримили этот самый как он называется-то скраб механик вот ну как бы тоже там посмотрел немножко думаю надо что-то посмотреть что у нас сейчас в креативе делают можно там game day он кто-нибудь занимает что-нибудь там программе что-нибудь такое хорошее посмотрел что в принципе большинство людей рисует часть пишет музыку один человек пишет сайт прости господи и собственно нашел русских ребят как вы думаете что придумали русские ребята я был сильно удивлен я был крайне удивлен значит их смотрела 160 чем-то человек и значит там два человека общаются по skype оба свепками и говорят а теперь мы в течение 20 минут будем непрерывно материться и если вы нам за это значит будете делать пожертвования то это время будет увеличиваться и начали делать пожертвования это что такое по моему мы с вами не не тем занимаемся да надо материться на вебку жрать там не знаю а вот ключ к успеху капец я в шоке куда катится этот мир это русское сообщество я в нем разочаровался очень такая шигня так ладно я пойду есть пельмени как хотите приятного враг а я пойду есть мава если вам обязательно надо чтобы кто-то в этот момент стримил я могу вам ход пострелить вон здание стрима у меня тогда кушать не получится я же смотри буду включи господи на планшетике проблем не думаю что зиг знает кто такая карина я не знаю только карина хватит не надо и вообще не упоминайте никогда это это девочка которая в ту что играет девочкам на голову упавшие причем видимо с большой высоты нету почему девочка зарабатывает деньги девочка дура просто дура все это есть такое деньги но есть более похабные способы для девочек зарабатывать денег поэтому ну пусть так сиськи я нашел себе четыре железа это очень конечно хорошо но я вообще зачем-то поперся а я хотел себе построить а я хотел каблу его потому что я вспомнил про сиськи охранная ассоциация причем тут кабла и крючка женская да нет я просто когда сюда пошел ты как раз говорил о про сиськи я забыл зачем я сюда пошел хорошо я не буду говорить девочка актер без оскара в кексикрус говорит ну вот да просто вот без обид всех школьников сейчас но просто ей донатит тупорылая школота которая на все это ведется ну так девочка научилась зарабатывать чего собственно такого кто подскажет 90 нижний новгород находятся мрак ушел гугл карты профессор так я лучше есть чем помягче но не корвина я подумаю съесть карвина это кашу я не могу понять как зиг капал молотом вертикально а выкопал горизонтально я тоже но это все магия и иначе мрак ушел а магия осталась это все бони да точно у лывака будет есть картошечку приятного аппетита ребятки кто сейчас начинает кушать я за всех за вас безумно рад у меня сейчас живот заурчит нет должен копать прийти на копать или чё я не поняла иди ешь что ты себя мутишь да есть еще нечего еще готовить кот кстати куда-то убежал вместе с обстоятельствами пока еще в одном целом ходят хотя конечно после перегрызения провода могли быть варианты но я добрый обстоятельства могли пойти отдельно откатать да что это было это было кря от зига паш ты видимо слишком хочешь кушать это нет у меня тут у меня тут кабла не ставится зиг иди жари я за тебя покопаю пишет нам товарищ аскал сеич где наши зрители делают эти кушать видишь господи я обещал достроить лесенку я дострою лесенку ну это да обещалки надо выполнять так что зиг не поесть ты думаешь что я так долго буду строить лесенку ну нет вот мне тоже так кажется учитывая то что ты мусволишь мусволишь уже давно построил так у меня тут то деревьям мешаются то слайм мешаются то каблы не было да 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 все то сиски опять же молчу мазик тебе не хватает в жизни сисек я не буду отвечать на этот вопрос третью не хочу вот-вот между Пермью и Москвой находится Нижний Новгород в левой части России Пашка тебе швабра подсказывает я уже нашел Нижний Новгород и я сделал штаб-квартиру в Петербурге какую штаб-квартиру так Wheel Tiac тактично напоминает что кушать можно только не в реальне ни только в реальной жизни а ещё и в игре в майни мне ничего а понятно Зиг сейчас опять умрёт Зиг всё сожрал Зиг скоро сдахнет Какая веселая Анюта. Жестокая какая-то. Нормально. Нормально. Сойдет, мы привыкли. В смысле, это часто бывает? Это бывает. Ну-ка, ну-ка, поподробнее. Вот, начинается. Как раз о чем я говорю. Так. Козел это, извиняюсь. Ммм, да. Фу. Здравствуйте, мистер Грей. Что? Какой Грей? Да тут в чате в Майнкрасте какой-то мистер Грей написал. В Питере нету таких, столько круговых площадей. Паш, ты бы еще пояснял, о чем ты говоришь? Да, я тоже сейчас немножко не понял. А Европроксимуляторы? Ну, это тоже ничем не говори. Ну, я еду по Питеру, и у меня две круговые площади подряд. Говорю, нету столько круговых площадей в Питере. Понятно. Это сейчас будет продолжение вчерашнего обсуждения, видимо, Ларки, да? Только теперь будет про то, что в Питере все не так. Ой, не надо. Ладно. Это же Аркада! А? Мы когда-нибудь друг друга поймем? Вообще нет. Не сегодня, я чувствую. У меня заканчивается еда, я на последней еде, можно сказать, строю. Вау, лестнику. Это что сейчас было? Это меня коцнуло, не вовремя. О, Узик подпрыгивает, когда его коцает в воздухе. Да. Так, отлично, у меня есть большая здоровая лестница. Теперь, если бы я еще вспомнил, на кой хрен я вообще строил эту большую здоровую лестницу, было бы вообще потрясающе. У меня изначально была идея, что это был бы переход в другую комнату. А теперь это лестница до пола. Окей. Паша! Ну ладно, значит у меня там будет шахта. Вот, ребятки, ну а теперь на этой позитивной ноте, я сейчас как раз сдохну, и на этом у нас закончится с вами второй стрим под Свелс 2 полупубличному сервере, сервере для сабскайберов. Да, сабкайберов, или как ты там их позвал? Сабскайберы. И я даже не успел поставить второй, этот самый, рид, как он называется-то, тростник, короче. Спасибо, ребятки, всем большое за то, что вы присутствовали сегодня на стриме, спасибо большое всем, кто сегодня пожертвовал мне немножко денежки на Oculus Rift, спасибо большое всем, кто сегодня подписался и кто, в принципе, на меня подписывается, ребятки. Пис. Увидимся с вами в следующий раз, надеюсь, что вам понравилось. Также большое спасибо Мраку, Халку, Вове и Анюте за то, что поприсутствовали со мной в треске. Не разбегайтесь, в 7 вечера стрим Умрака по Мэджик Кирклу. А может, Вова сейчас постримит Кот? Не знаю, мне стримить Кот? Да, да, да. Ну окей, я тогда сейчас хостчу Вову. Ой, и дайте мне ОБС-ку запустить, и музыку, и вообще всё. И вообще всё, но в любом случае, ребятки, не разбегайтесь, хост на ООО в любом случае будет, а я с вами прощаюсь, как уже говорил, до следующих встреч, до новых встреч, до следующей встречи. Я уже несу какую-то фигню, ладно, ребятки, всем чисто лево. Пока-пока.